Кампот тоже занимает уже практически круг в круг, заезжает и начинает потихоньку стягиваться. Раз ее намного быстрее начинает происходить, все пытаются в круг заезжать. Кампот у нас стреляет по проезжающему. СКС-ки попадает, но ничего не... Так, это Пикадо, да? Да, это Пикадо, там одного нотнули, перестреливаются, продолжают. Вроде даже спасет тиммейт своего. А, псих рашет, понял. Псих рашет. Перебежал через дорогу, сейчас вдаль заборчика. Высматривает. И кембо рядышком. Тоже дверной проем мониторит. Лички драконы тоже заехали в зону и будут, скорее всего, с юреньками стреляться, потому что юреньки должны были услышать. Так, тут у нас с дома Анви, который в прошлый раз до посты сделал минус один. Рокес минус. Австринг все-таки его убил. Ну, как это рекординг из окна. А, понял. И... Да, рядом-рядом. Сейчас он тоже и рекординг, и там же Рокес. Кажется, СХС будет просто рашить. Ну, то есть он... Понимают они, что там всего один человек и решают, что надо бы подлутать два трупа. Да, очень удачно. Да, яички дракона все-таки поуспели проехать, хотя юники постреливали по ним. Но успели. И куда же они поедут дальше? Какие уже заняты. Лежащие пикады все еще не могут разобраться. Да, я от них смотрю, но никто не решается. Никто не решается сократить там как-то или прорашить. Тем временем один из юников остался внизу. И... Ну, сейчас убил. Deepabj. А я, говорит, не встречай, я от майкера перешел. Тут, говорит, двинься, двинься, двинься и розовеев. Ой, великолепно. Так, да. Вот тут психа? Психа, да. Это в пикадо, да. Поезжающая машина стреляет. И тут же начинает полиция, по ним тоже ведется обстрел. Стринг. Стреляет по стоящему, он хорошо у него виден. Да, в пикадо сейчас закончится война, судя по всему. Остается только кемба. Его сейчас будут... Его сейчас будут... Очень хорошо... Очень хорошо Кайлович смотрит, конечно. Ну, так. Остается... Остается сам с самцой, вот. Ну, по самцей и все. Так, идет на сближение. Да, очень граньки закидываются. Пошел рашить. Рисент. Очень далеко его тиммейты. Он очень хорошо стреляет. А Лай тоже очень хорошо стреляет. Поэтому... Две тима очень сильные сейчас сошли. Кайлович мокает. На Лайа мокает. Все. Да, разобрались. Разобрались. С командой с вором. И по ахиллу тут стреляет. Что еще раз? Тоже он по ахиллу, он пытался сейчас проехать сверху. Его встретили одна команда, и, видимо, сейчас встретит другая. Новый круг. Обращаем внимание. Там проезжает еще Окброн. Окброн не уедет. О, да. О-о-о-о. И минус это. Опасно, в принципе, проезжать рядом с домами. Особенно на баги. И это... Соколик с пухом. Опа. У тебя что? Нет. Нет. Интернет. Нет. Переключайся на другой. Раза три, четыре, пять. Ирина. Тихим. Х 조심 scatter. Пр Zu пухом. Опа. Б proц. П Опа. В кухом. Как говорится на ногу. П�ух? твою налево а у вот я же говорю, что волноваться Михаил быстрый но проблема в том, что я а, есть, все, возвращаюсь в матч прошу прощения, друзья, у меня один интернет, это стабильный косяч то есть он выключается где-то раз в месяц поэтому у меня второй есть я переподключился я тоже это сделала это иногда прямо спасает да, сейчас бы сидел куковал вообще без игры, все, извините, пожалуйста Вадя в курс дела, что произошло, рассказывай так, ну пока мы никаких серьезных потеряли, поэтому ничего, у нас единственная его брова на последнем как раз застала да, их команда потеряла все, и сокол с пухом они просто, я говорю, я между ними не успевала переключаться, они просто друг за другом пиум-пиум-пиум-пиум и в общем, да что, кто их убил-то? Кто убил их? кто же их убили-то? по-моему, яички драконные или юники в чате, кто уже помнит да, 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 да давайте, ребята, ну что там, что там, кто их убил? что там, что там, почему вы молчите? константин ВК из команды М19 сейчас расстреливают слушай, у Ахилла какая-то проблема, где его тиммейты? почему он один? Ахилл же он так его же застали врасплох, а где его застали? внизу где-то, он целый круг изда сделал один соло и почтем очень опасно понимаете до стреляли он видит человека или не видит нет слышит услышит просто все более-менее все разошлись по местам постреливает видит видит очень нехороший круг для ахилла нужно пешком сдвигаться транспортного средства не к сожалению нет он надеется на дороге его найти проверяет там домики осматривается понимает что не очень больше 1 минута чтобы преодолеть метров 600 700 бедолагам ну и остальные тоже постепенно связь стягиваются в круг на юге вроде все нормально мышь с командой форзы кстати на каком сейчас месте у тебя есть на под рукой табличка этом в топ-7 наверно да сейчас все еще 4 даже фолт ласли в езжать компаун здесь люди выходит готовится сражаться выцеливает миша мистер бтр но мы шинок 0 не не это опасно что надо ждать своих первую очередь а потом уже предпринимать какие-то действия мы же заползает дом там еще одна гренка кстати да а этот тиммейт из поля о фолт ласли минус мышь но кто-то его добивают и остается грешка power 1 7 но кнут тоже очень плохое начало форзов в топ-5 по-моему сейчас я хотел узнать у нас наверху сближение команд 1 убили грешка один минус минус форза как плохо на 14 месте это прям прям удар по рейтингу яички драконы перестреливаются там станции очень хорошие поэтому мало вероятно что он да ну и а тут идут на сближение прям steam пытается выставить видит стреляет нокает и сразу добивает естественно на датчике команде ну евгения ну давай отвлекает мне уже не понимаешь конечно конечно не нужна конкуренция а хилан сайт нашел нашел баги все-таки и едет на груз вообще странно езжает крупную в принципе на пофиг то можно чего слышать стрельбу движение идут с командой и пиджи им кстати спина будет выходить так давай внимание туда сейчас потому что и будет зажимать особенно более-менее нет наверху да тоже винт сайны рядышком причем они знают они ждут уничтожили слышит что там идут судьба и подтягивалась но они не знают что мール ему нужно направить pursкла но и так тсп перед и получает где-где-где зажали вижу там сдвигаются и п getj как раз остается один линик линик клиник-линик кидают гренку на двух нокнутых между прочим его сзади еще бабку грелках мимо к сожалению но вот сейчас ГСТ стреляет Очень плохая ситуация у Т-спирита Пытается, да, сделать Но пытается своего поднять Надо поднимать, но нет уже Граната, ХАЕ, все Вроде, вроде, короче Один остался из Тим Спиритов Да, убили всю команду Причем с двух разных сторон, вот, синий и серенький Как они лут будут делить, вот, непонятно Вроде как Вроде хорошего, у них была достаточно позиция Но зато Оленек тоже остался Вмена не очень, наверное Правильный, потому что Две гранаты сейчас получится, синхронный Посмотрим Что вообще, все мимо Беда, ну, ладно, значит, они подлутают Новый круг Т-е шторм, прекрасную позицию Посмотри, что делает Наяривает круги Просто Ахилл решила Не рисковать И, кстати, он Морф тоже Со своим собратом Почему-то на крайней кругу Видимо, от кругу играет Или что у них У топ-1 Т-е шторм Прекрасная позиция Новый круг появился совсем недавно Они уже заняли его центр Там, конечно, горочки Но они стараются здесь удержаться Анвик, кстати, высматривает Т-е шторм И они Он видит Он видит Он стреляет Но не попадает Он с миником С их сом Но нет Где это такое? Это на юге, да? Ахилл еще убивает Да, это как было Крайне сложно будет что-то сделать Он упадает дымой Питается залечиться У него 4 аптеки Между прочим Да, но тут проблема Скорее в том, что С горы его прекрасно видят 4 человека Времени у него не так много Морф пытается из круга выбежать Отчаянный поступок Он не успевает захиляться В любом случае Умирает за пределами круга Ахилл Финик тем временем Да, да, да Да, да Ну, пытается выйти под дымами Под дымами Причем уходит от От типа горы Но бежать просто некуда Он мансит, пытается вылечиться Спасибо большое А у нас СХС Стреляет по току И его вообще нокаут А, тут неправильный справец И Айзун добивает И ПИДЖИ попали под расстрел С своим составом И нокаут А кто их там? Пытается поднять А, там впереди люди, да? Да Айзун, Финик и прочее А к стиму остался К стиму остался один С своим составом Он распрощался и бегает от соло Ахилл, кстати, выжил И он к грузу идет Но вот Гутас не выживет, скорее всего Не потому, что он за пределами круга Хотя и поэтому, в том числе Сейчас следующий круг будет очень сильно бить А у него всего две аптеки остается Так еще впереди четыре человека Да По ахиллу начинают вообще другие работать Две тимы и по нему О, ахиллу убили Ну да, по нему начали стрелять сначала Элитплееров там слева Ну, М19 А потом еще юники добили В общем, ахилл умирает, к сожалению Гутас лутает какой-то подвернувшийся труп Так, и к стим сейчас, кстати, идет в опасные На две тимы И то ли его заметили Нет Тут и СХС Бежит прямо на команду Не оглядываясь Он один сейчас Зон отменялся Он сбоку менялся И Сторма Опять сейчас выгнанные позиции Пускай не полный состав Айзума нокают Айзум с долгого времени стрелял по Гутасу Гутас не вылечился за пределами зоны И сейчас юники будут встречаться с СХС В первую очередь Готовятся Нам еще помогают с горы Синего Очень динамично Крайне сложно следить, друзья Вот прям за Так, топ-6 сейчас на данный момент Да, очень трудно У нас два дропа вне зоны И их никто не будет лутать Тима пытается Перебраться в другую позицию Перестрелка снизу нас Да Там Анви Со своей Тимой Который принес Одно убийство своей команде Доползя Акстим очень удачно с севера заходит Конечно Там конкуренции очень мало Учитывая такие круги М19 подходит чуть ближе к кругу Вандер не поместился в мотоцикл Поэтому Его чуть не убили на подходе Но впереди проблемы Потому что Надо сейчас лезть Прямо на людей О которых ты знаешь Плюс вы в меньшинстве И люди сами идут уже рашить Это зря Памик Да Высовывается Соскаралькой Смысла сильно выдвигаться нет Потому что они Да В компаунде Прямо на границе круга И Надо просто закрывать И ждать когда на тебя пойдут И тем более Они еще видят юников Они пытаются под ним Да Вот это может быть минус Кстати Шумяя и отвлекаясь Да М19 конечно уже почувствовал Я за Константином посмотрю Потому что Может быть Да Призов фонд 111-444 Спасибо Сказжет За За саппорт Хорош Спасибо Константин уже чемпионил У нас в Катке Ну в катке прошло Поэтому Энкел Пытается Юников Пострелять У них-то М19 Вот это очень зря Конечно Им надо было понять Что М19 Кроме как На них выйти никуда не могут Вообще никуда не могут Да Систем Занял Соло позицию Сверху Дальше Три Четыре Четыре И тут двое Бегают Начинается Минус один У Энки вышел из компаунда Сразу Очень быстро его убили Да Минус Это ошибка Это была Большой ошибкой Блин Хэджи хорошо там зажал Но Он начал зажимать До того Как люди начали Вбегать в эту дверь Но потом Как-то Не проконтролил Спрей И второго не хватило Да И пока они здесь Друг друга убивают ТС Торм В полном составе В центре карты Вообще прекрасно Причем Трое в центре А Оранж Еще этих закрывает Кто там месяцев На юге Очень грамотно Они конечно контролят Самые разные направления А вот сейчас Сейчас реально Нет Все Добежали Перебежали Через дорогу Хамик Человек испалился Сейчас Своё место Он мог Досить Но Теперь его Месторасположение Знает М19 Выйдут Сейчас Коранжу Безусловно Им некуда Бежать Он их видит Пытается Встретить Константину Попал разок По экзамплу Попал два раза Время работает На него Да Очень хорошо Стреляет Очень хорошо Добивает Мес Константин И остался Один Эльземпл Из их Команды Да И мистер БТР Тоже рядышком Смотри Слева Тоже Да Лечится Эльземпла И 418 И аптечки Ну Тут Купостил Особо Ничего Не поможет Так Эльземпла Наконец-то Убили Там На севере Его там Долгое время Стреляли Да Спалился Да Раскидывает Дымы Эльземпл И Пытается Будет бежать Тесторм Уже Видит Уже Готово Все Сматривает Ой А как же Хорошо Он стреляет Е-мое Прям очень Хорошо Все время Эльземпл Все еще Пытается Раскинуть Дымы И Побежать И залечиться Да А то туда Хаешка летит Ну Кажется А может Ой Нормально Прилетело Чуть-чуть Не хватило Дилей был Практически Близок Идеальному Убили еще Синюю команду Которая на дороге Была Остается только Ну собственно Эльземпл Последний Да Которая Поднимается Сейчас Мазу Эльземпла Да Которая Сейчас Забивает Он там Прям по границе Круга С дымом Перемещается По-другому Нельзя Умирает Легко Лечится Все Гренко Туда Закидывали Да Хаешечка Ну Ой Хорошая Вроде Ой Молодец Вот Уронж Просто Просто Отлично Стреляет Отлично Гренко Кидает 4 кила Отработала Вот я за ним Наблюдал Сейчас Наверное Минуты Две И прям Ну Очень хорошо Остается Топ 1 Кажется Просто Окончательно Укрепляются Вообще Изи И Главное Они же Настреляли Тоже Не скажешь Что они Отсиделись Очень четкая Игра Грамотная Игра 11 киллов Классная Игра Это Сторм Да Сколько У них Тут 11 Если В самом Вначале Сегодня Помнишь Посмеялись Над Полежином Убийцей Который Дожил И потом Заспрейл Двоих Ну типа Ну как бы А на самом деле На самом деле Ребята Стабильно Выходят В топ Разными Способами Но стабильно Выходят В топ Так Ну что У нас На втором месте У нас 4 Я как всегда Кила 4 в 6 4 кила Так 6 6 кила 6 6 кила 6 Попашу Да На третьем месте М19 И всего 2 3 кила Всего 3 кила У них на команду Не томи Сколько же у команды Сосновка гейминг Сосновка Эрвейс Да На каком они месте Миша Я правда Не успевала Переключаться Как они Падали 16 место По нулям Просто приехали Их встретили Я такая На одного переключилась Его уже Нохнули Гласси Думаю на второго Быстрее Чем Кнопку Ладно Мышкой Нет Кнопку Это было ужасно Да Один Бзик там Выжил Куда-то Убежал Но и вот Женохнули Ох Рокерст На последнем месте На 19 Не сдаем Соленовый А кстати Ахилл Интересует На каком месте Здесь он был Где-то на 13 14 Нет Повыше 12 Домаш Кстати На 14 Месте На данный момент Где же Ахилл Витя Ахилл Он умер Ты помнишь Когда На 12 Да Перекрасно Огонь Юг Мимо от груза Машины Нет Бежим Пешком Остался Один С этой стороны Стоит Алаина 17 Да Империум Говорит Ох Ну наконец Тезерина С командой Прет Кружаний Ну Не помогло Это Не помогло Нет Это конечно Ну Прям Везет Когда Так Да Это Прям Может Занять Быстренько Хорошие На Да Но Тут Нужно Еще Скилл Чтобы Угадать Где будет Круг или что Да Да Где Где Ахилл А вижу Ахилл В 9 месяце А сейчас Или Сейчас Нет Сейчас Только В игре Ахилл Кстати Стримит Друзья Если вы Как бы Хотите Посмотреть Нормальную Игру Человек От первого лица Который Вот Пожалуйста Ахилл Сейчас Стримит Веселенький Товарищ Такой Сколовый Веселенький Ну здесь Как бы Плохих То нет Хотел сказать Кроме Не 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 Буду Плохих Нет Плохие Отселись На Прошлой Стадии Не 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 Умеют Развеселить Умеют Но У них Видимо Знаешь Уже Такая Какая-то Апатия Что Легко Всему Или Они Наоборот Сейчас Рофлят И Не Серьезной мы поехали тогда на груз сразу же на первый же да тоже нам тоже можно было бы о константин лука поднимает ручку минуты чья здравствуйте очень рада вас видеть так присоединиться созданы похода опять грифтер надо что выиграть да 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 почти нет а это сигнал не дошел среда я думал имеется ввиду что вот по результатам не только прошлой катки но всего то есть они на первом месте уверен просто уверен в следующий раз вот последней карте им нужно главное не вылететь начале скорее всего так у них будет запас очень хороший но даже кажется если они ливнут сразу следующей карте то они все равно на первом месте останутся да хорошо стреляет вот вижу команда пуха что-то не пока не в полном составе сокла сокла нет что-то сокол 9 бомбану нормально все соколик прилетит не беспокойся зашел на главную страницу сразу увидел это самое превьюшку ты там с стримишь с вебкой да там поме еще хэппи чемпионит санчес в доту вернулся опять горит так всю информацию турнире вы можете либо просить у модераторов ссылочки правильно любой модератора должен помочь этику и скинуть ссылочку дать информацию вот помочь стримеру вот давать информацию либо зайти на годгейм . раздел турниры как лариса говорит что в мире это прям я не могу так так и что разделе турниров этого турнира вы не найдете потому что это особый формат pubg он там не отображается но как-то нет мой а у меня высвечивается мои турниры да 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 как крабосина потому что я за не закрабосила не заиграла но у меня высвечивается да и там а где же тогда найти если ты не участвую новость на главной странице ссылка в чате мастера деда и скорее всего если тебе у меня у меня точно есть у тебя тоже точнее помощники обязательно кинуть да да постоянно да они у тебя там до постоянно также нас все там есть вся информация кто приглашен и кто как выбор кто как прибыл вот хорошо бы прикрепить сразу интересные моменты с турнира какой ты знаешь какие-то клипы вот прям под по турнирам то есть самые прикольные моменты именно с турнира взять отдельный файл и прям все можно было посмотреть смешные не смешные не очень вот черный особенно как плавает пух можно было прикрепить первым это было бы интересно посмотреть зайти самые интересные моменты турнире привязка такая вот даже подожди это ты сейчас идею высказывает только концу включился слушай ты у тебя есть ну в общем то у многих женщины есть такая такая фишка это это понятно это не то это тоже то есть то но не совсем то есть я после какого-то твоего слова выключился то есть просто перестал слушать не знаю после какого я называю это стоп слова но это известная тема типа шоппинг я не знаю что еще там помада и все и дальше можешь говорить все что угодно а потом какие-то ключи меня возвращают назад я думаю что что я вроде мне говорит вроде не мне действительно было бы интересно заходить в турнир и отслеживать именно по турниру именно ключевые моменты с клипами с клипами и вот молодец отличная идея виктор локи паша пипа что пишите пожалуйста вот вот это вот идея хорошая тема прям хорошая как раз мы сейчас турнир перерабатываем тоже видела макет стране турнира отличные турниры будут еще лучше чем сейчас а так на гаги может любой желающий провести турнир не хочешь провести турнир на гг чатик чатик мы должны посодействовать призовой фонд обязательные нам накидает еще без проблем какие самые самые интересные придумать идею что за игра что за турнир по какой игре надо подумать на подумай подумай на досуге турнир это весело это движуха активность не обязательно попав джи зачем страдать возьми какую-нибудь интересную игру который можно посоревноваться и вперед устроить между сопчик да сколько игр говорит пошли одна правильно одна и да все информацию можете посмотреть именно там где говорил михаил либо мои модераторы спамят регулярно информации в чате михаила наверно так часто но зато там там есть ссылочка прям под стримом по моему все есть вот и как подержать вы можете еще не вы успеваете у вас есть еще ровно игра чтобы подержать и давайте может быть кто последний хорошая мотивация да кто последний тут может быть получает прям на твоем или моем канале изи на халяву изи изи да да изи давайте кто на твоем канале сколько прям стоит 300 подожди на моем просто 79 рублей можно же настраивать стоимость темы и ты выбрала самый дорогой самый дорогой как мы будем делать неравнозначно выиграли неравнозначно мой 14 получается тогда придет но давай на твоем на хорошо на твоем канале получать кто последнего сейчас последний кто у нас подержал неизвестный а это мало давай давай сейчас попробуем хорошо замотивировать подписки например на gg плюс на год который анимированные смайлики нет рекламы специальные там и статуса иконочки это понятно поддержка сайта бла-бла-бла не в этом дело мне это напоминает скандинавские аукционы поэтому сейчас не будем наверное народ это самое ну короче это слишком расстраиваться будут люди те кто не будут быть последними я понимаю что это скажется на призовом фонде но давай не будем жестить табличку прислал хавок и так и там естественно торнадо energy storm на первом месте с отрывом в 400 очков у них 3192 очка они настреляли на топ-2 62 килла на втором месте команда м19 вот это ребята очень активны у них они рекордсмены по количеству киллов 75 у них 2770 очков они серьезно отстают от первого места но тем не менее если у кого-то есть шансы пододвинуть торнадо energy это у м19 состав elite player константин example и вандера на третьем месте и на четвертом кстати стоит сказать это победители квалификации то есть большая часть приглашенных команд таких как форза team spirit залетим red strike и винт сайт они все ниже то есть четвертого и далее вот эти вот две команды на третьем четвертом месте вы виктис и sports состав айфай маза blaston и тизерин и команда northern line team perfectix deep up g ok bro и мяча собственно стоит сказать что команда номер пять команда фарзов в составе мэш фолт ласли игрешь power и сеня они очень близко друг дружки находятся то есть там разница между ну скажем так они могут реально побороться за топ-3 4 команды может побороться за топ-3 легко у них разница в где-то 300 очков максимально поэтому вопрос могут быть ротации ну да в конце в конце четыре команды которые прошли квали и и пиджи apache crew со своим коляном блин они вообще так так неудачно сыграли в суперфинале колянуть видишь где колян твой коляна где например там не знаю оранж мне причем он хорошо действительно стрелял я не виновата это удивление для себя тебя это новость ну что ж может колян какой-то комментарий даст по факту то есть объяснить что если вы нас слышите как как почему так случилось просто перед понтией хотя бы объясниться надо потому что но она болела от души очень пережил да я прям переживала и что что случилось вашей команде коль так что у нас кольгры коль ты же всегда сверху коль что что случилось ваше там пытаются у меня тоже ахилл расстроил но ты у него же не лично спросить прийти на на стримы все да можно было бы кстати вытянуть его диска действительно диска но кто живу старт через шесть минут пишу я слоупоком в чат и поставлю смайл слоупока breaking news естественно один из любимых он находится в разделе любимые breaking news а какие кстати смайлы у тебя в чате в любимых находится там же не конечно пека классический краб вот это вот клац-клац который я понял не не который он упасть но он такой да 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 за него не болит и он такой прокатывает из твоих есть которого шляпы снимает совсем здороваться прям хорошо хагошкин конечно же локич господи какие у тебя смайлы это конечно жизнь блин а когда тоже переделаешь это то что на в пейнте нарисован 12345 да там не только в пейнте то вот эти лица какие-то он не использует рабочий ресурс там савелий мог бы ему нарисовать если да классно смайлы не не надо пусть савелий рисует он сейчас как раз разобрался сортами для турниров там оружие пару месяцев рисовал самые разные стриме процесс еще сейчас возвращается к смайлам так что ждите обязательно обязательно пробить топ топ-5 топ-5 нам нужно пробить с тобой предлагаю в порядке 12345 начинаем с команды ты и шторм тишторм сейчас до найти бы это конечно самое самое вторая команда потом команда м19 элитплеер например она легко ищется по из-за капса до нашла или проружда до да 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 спасибо команда 17 18 18 18 18 так дальше нас идет и вести спорта айфа и мата блас тонн тезерин верен так у нас уже полетели для полетели но ничего страшного и это еще одна особенность pub g классно давайте в этом списке еще будем периодически обновлять и менять ранжирование класс да зачем вот это очень удобно потому что уже распускается ладно по мере это лучше даже наверно проще по на карте уже искать но надо еще еще дальше искать перфектикса ок бро до мячок брошеннадцатая команда ок бро это у нас топ-4 бинта четверочку я пойду машина иду найду скажу потерялся мэш серый кармаш а у нас монта летит а то есть вот так вот значит уже да 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 ну ладно так кого мы еще ищем так машина спят и тетерина неподалеку у нас от машина смотри внимательно все пять бинтов есть пять бинтов есть распределились более-менее нормально пух ну как как всегда дорога да могли бы уже туда пару каешик накидать заранее чтобы они пока бежали спотыкались до дома считается как тебя слова но интересная тактика он уезжает от всех полутается собирает это спирит и тоже как-то разлетелись немножко не кучникам то не по домикам не конкурентом все нормально да юники пытается вниз то у нас ну что ж сан-мартин может быть у нас в центре прямо уже практически да да они прям да 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 прям один из прям самом центре заняли но тут лута на всех действительно мало поэтому они разлетелись и где у нас первые стычки могут быть монтонуэва могла быть ну была перестрелка но без проблем в сан-мартине две команды но одна вроде сдвигается в сторону хазенда и скорее всего вот именно на хазенде будет какое-то противостояние там ахилл с командой и сидит один товарищ линик линик сидит в конюшне просто и ждет очень странный товарищ опасный причем очень опасный яички дракона тоже помогает да 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 вот вот именно этот момент важный садится пытаются поймать пока выезжает ахилл видит видит джип опасно на самом деле могут высадить акира остался стреляет и падает сушат историю выбрали другую тактику на этот раз они собираются просто дожить до какого-то топа чтобы не слишком много очков потерять а так они уже тупо один то есть смотри рекренд где-то далеко другой там в центре находится в ангарах не знаю где где вульф случилось он почему-то разбился на половине смысле как как он разбил я не знаю у него вдруг половина неудачно где можно здесь на на кэмп мобилит распрыгнуть на 4 из машины вышел не вовремя но это загадка они удивляют его загадок да там в сан-мартине перестрелка алла и тут и бегает видит будет сейчас добивать яички дракона практически побитые сейчас лечится до пытаются и к ним кстати забегает дракона а тоже нокнули команды уже мертвы все четверо минус команда к сожалению дракона точно а как же леник как же леник живой а леник живой маша убили не понял до маша убили но он же один у тассы и вот скорее всего есть кто-то сейчас просто какая-то команда вылетела ну типа полностью вылетел но я не знаю где это произошло потому что где-то произошло в общем тут кстати дроп падает и на него всего лишь кира претендует ты говоришь кто-то вылетел не вижу юники вон состоянии составе и стреляют выезжают вроде бы нормально чай но она едет прямо на опять же на команду сейчас будет и филипп кем бы кем перейти смотри кем бы в центре карты там тоже из командов бро видит гору на госпе на уазике застревает ему выходить бежать но сейчас не понял момента товарищ за кем перейл убил врага при этом не добил его и соответственно подлутал просто а он видим по поехал к своим грешки грешки пауэр там помогать сражаться хамика убили по центру давно на машине проезжал видимо неосторожно а керыч подлутал airdrop у него гроза в круздевиле грешка едет спасать своего но это очень странно что не потратил буквально две секунды на них дай массу бы ник но он пока может конечно особо не сильно сближаться но кажется он целенаправленно вот компаунд идет да да хотя он заметил да заметил что открыто на и делает назад да да назад убегает не будет рисковать конечно сейчас хотя по цене да можно поаркаде на набор что помнишь там товарищи которые точно не проходили падали иначе начинали руинить топом игру кстати что по топом orange порвам состав полном составили в плеер тоже ок бро ок бро кстати умирает да да к сожалению да поэтому кто там у нас следующих за ним ушло блин остается только мячу один я пробей делала на четвертую за ними 5 команда мэш то есть которого тоже нет но команда живая вон так у нас грешка сейчас смотрю сближение идет клиник один остался которого стимусы на бедолага и команда пуха тоже выехала куда скампами литер ну не разъехали молодцы молодцы грамотным пол тексты сейчас в опасной ситуации там мечется его высматривает у их steam тоже не очень все хорошо им нужно сдвигаться в круг машины нет при этом с впереди впереди в компаунде люди хотя может могут забрать у них есть транспортные средства ссоре обнаружил уже кем бы наверно жалеет что не добил свое время того товарища которого ким перил лет сейчас наверно будет высматривать команду тесла а нет это я хилл это хилл тут бегает с горы им будет видно хорошо если не будет мелькать там ты шторм тоже передислоцировались ближе к центру стали а тут перестрелка да или тайфрая который спрятался за камнем и накидывать снялась миника прям хорошо накидывает и попадает и мелмана внука это одного это было странно и тут же драйва это быстро очень фай отсюда очень сложно убить уйти потому что да он простреливать пытаются даже люди которые подальше тизерин зерену разок все папа из сковорода спасла разок а вот фай прям очень близко ничего глядой получил показки снесло фактически всего хп так у нас мячу до последний остался в этом сзади рулевает между прочим а в спринг заметь идет на сближение у нас центре две команды это пух это пух это команда это пух это да это и лексис выглядывает видит хищи посмотрим стреляются четыре в три только сокол отстает немножко сейчас дождите ребят я бегу 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 нормально все бежит сокол вы не остановить там гришку по power вам паргейм за там мелмана еще накидывает за клубу нигзо там стим и там реку не сокол на последних и такс пытается спасти лексис почти с кп пуху в голову прилетает спас соколик спаста своего тиммейт англи здесь бзика убивает который пытался обойти но сам был убийц фланга и уже три в три морф разбивается где-то не пойму где морф это за зоной слева до его команду и тем более стрелять это на этом они все за зоны находятся очень тяжело я спух обложили он со своим любимым оружием калашникам который никому о форзе вылетают судя по всему faultless ли и гришка power были последними представителями команды форза так что они уже никаким макаром в топ-3 к сожалению не выйдут пятого бинда у нас с вами уже нет начали ребята очень хорошо вчерашний отборочный напоминаю для тех кто в смысле вчерашний часть финала для тех кто пропустил они были на первом месте на первом месте была команда фарзе профессиональный кризис сегодня к сожалению ой пух неплохо зажимает убивает одного ищет рыщет второго осталось только х и все ну на самом деле ребят steam убила команду морфа и его союзника которые были за зоной иска я сейчас получает от 5 и пиджи менее но тут все достаточно далеко поэтому можно еще уйти и в вакок тисов тестомов бегают ездит и они прямо по всем странам да не очень хорошо контролем окрестности так скажем так ну сосновка airway справилась все-таки заставила отступить джи он убегает бросает своего друга истекать кровью и вот главное тест storm вот к ним периодически подходит но они реально стараются держать свои текущие позиции никому не давать даже если там один стреляется да вижу вижу там сверху хорошие но с другой стороны которые находятся им константин бака под перекрестным огнем правда попали только сейчас первый раз и вот пух нашел все-таки а нет он добил англиссори я думаю что он до добежал до последнего четвертого пиджи убивает нокает а изума и придет будет добивать а вижу 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 иска из вроде как пытается сократить но уже незачем хотя не там там два двое людей один из них типа нокнут если если дать инфу и кинуть гранату прям туда да да может быть получится его уже поздновато да сейчас сейчас совершает ошибку искается ночи сильно рискует выходя на троих уже понятно что успел поднять успел по подлечиться человек его тиммейт очень далеко за кругом были а там уже одна осталось вроде он приехал за своим товарищем но вот гст пострелял и заставил остановиться сейчас его вроде как 1 почему и пиджи так разбежались и не могу понять не взяли снизу но крыть его искаец пытается снять и пиджи убивает ну действие того стринга была правильная что типа возьму машину заберу с х с но вот к с х с вопрос зачем побежал на троих людей это было очень рискованный поступок пух и они сидят все хорошо у них они прям прям серьезная команда профессиональные 2 кило и у нас тут засел в кустах но вот этот тот оставь оставшийся помнишь из из команды покалечил все равно народу еще прилично 15 команд топ-4 только мяч и живой из топчет из короче отвалилась 5 команды сейчас у нас юник сейчас пристреливается да 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 инсайда но к это убивает а он был один дали своей команды здесь да спирит и почему-то разделились были они не не были они были здесь же то есть они 22 так держали два разных компаунда по крайней мере круг назад было так хотел акцентировать внимание то что пятая команда фроза форза вылетела четвертая команда в четвертой команде остался только мяча который сидит в кустах с нулем киллов третье топ-3 топ-2 топ-1 в полном составе живые ну как в полном составе то в топ-3 все четыре человека играет у них изначально состав неполный вот но тем не менее кружание сдвигается к югу и тест шторм вот теперь они решают принимают решение держать уже одну позицию там m19 рядышком да и вот это как раз топ-1 топ-2 вот ты шторм и м19 это вот два топового коллектива видит как минимум двоих и будет выцеливать одного до видит он еще так прыгает очень зампл просматривает видит что занят до видит видится мячевый очень важный момент потому что опять же он остался один ему нужно куда-то приехать и продержаться потому что в принципе топ-4 он может он может претендовать и на топ-3 на топ-2 но одна проблема топ топ-2 и топ-3 они как бы большинстве и он сейчас прям выезжает на м9 так все топ-4 минус получается топ-1 продолжай продолжить да так и есть ахилл пытается сдержать безумный натиск от сокола и пуха они в рассыпную бросились по горам пытаются что что нельзя так пух добегает еле-еле на до до круга практически сокол услышал что сзади еще машинка и приехала и остановилась начинает лечиться и к ним спину к лексусу и сокола выходит вот это уже очень плохо да потому что сейчас уже далеко может даже ты ты с торм попробует под подсократить прикрыли очень хорошо увлекся на самом деле сейчас этот рек рент они начинают сближение они будут трашить потому что они увидели это что эта команда топ-2 им хочется наказать у нас сверху тоже идет спирит и сближение убийцы гренка прям дым и убивает 1 код сайт 2 минус один человек еще отыграл минус ой как он кидает гренки убийца блин там сзади кст штур будет смотри уже компаунд занят где-то с возвращаются домой а там а там уже люди и не в курсе что происходит элит плеер остается один убивает 1 и умирает m19 полностью уничтожена m19 которая занимала занимает сейчас второе место второе место она скорее всего скорее всего вот сейчас зависит короче от команды на третьем месте ну там тизерин и все остальные но они отстают на 400 очков на 400 очков то есть им нужно много ну как им нужно где-то в топ-3 где-то зайти в топ-3 нужно им зайти хотелось бы видеть их в решающей да хотелось бы видеть в решающей схватке сокола с пухом но они в между двух команд и сейчас тоже с разных сторон стреляли они посмотри на сокола с пухом сверху они прям достойны друг другу посмотри в камнях нашли сокол здесь гнездо наверно совьет еще хорошая гора для гордой птицы макалович у нас радугу нокает и идет на сбежение сменник видит еще ахилла побегающим и иран с добавляет кири как же сложно будет людям на северной части круга кто-то приезжает по дороге падает слишком рано шик или шусь шусь ну вик как мы решили уже выходит из заводится сейчас из кара чем-то снять голову она не получилось у него очень хорошо работает головой до Santo мы добавляй там my ф fan добहи опасно потому что тезерины до 30 зериных нельзя сносить иначе И кто будет брать, и кто остается в топе. А дальше вообще никакой интриги нет, потому что топ-1 известен, топ-2 вылетел уже, понятно, что они ниже не спустят. Вопрос, топ-3 догонит или не догонит, все. Топ-4, топ-5 вылетели, все. Сейчас топ-10 команд, и бульдог, короче, тест-торма нокает. Это на самом деле опасная ситуация, потому что вес Маза решила сократить. Даже если топ-1 сейчас убьют, они не спустятся ниже. Все уже. Ну, то есть 400 очков разницы. Да. Даже не 400 больше, извините. Ну, ВСМ Мазу снимает. Тезерин видит одного из Теслов, но не попадает. Ой, а кто по нему стреляет, я не пойму. По Тезерину. У них плохая ситуация, у Тезерина, очень плохая. О, Тезерина, нок, филбит, все. Как тут пробегать, непонятно. Тезергейм, да, снимает с горы, видит одного в дыму, и сейчас видит второго в дыму. Сейчас решил разделиться Тезерин со своим другом, потому что, ну, реально крайне сложно понять, в какую... Правда, сейчас Фай побежал опять в сторону Тезерина. Просто они бы, если сейчас выходили, они бы хотели бы на дорогу и сразу на Тему. А Тезерин пробует обойти с безопасного... Ну, как-то... Ой, по нему уже стреляют. Ай-яй-яй, там горка мешает, кажись. Блин, нет, 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 нет. Он дронит, просто протет, убивает одного с Тезерином. И остается один. Один. Высматривает, он не знает, что со спины есть. Тезерин остается один. Я до конца не смогу сходить. Он вырубает человека девятое место. Так, у нас тоже Тезерин сейчас, да. Он просто... Конечно. У него сложно жить, у него нет медицины, да. Хотя там труп. Ай, все. Ой! Седьмое место. Седьмое место. Ну что, у нас топ-5 сейчас команда, и у нас Юники сейчас в полном составе. У нас Компот и Сликер вдвоем. И тут сверху у нас два человека, и тут три. Подожди, а ТЕ... В общем, все топы вылетели, да? ТАЕ вылетели? А как? Да. А, и пока, видимо, я за Тезерином смотрел. Короче, топ-5... Да, они как раз одновременно. Топ-5 уже нет на этой карте. Есть другие пять команд. Удивительно. Хотя у них как бы как раз и задача была продержаться вот именно в таких позициях. Да, просто продержаться, задержаться до топа. Да, просто до топа. Ладно, смотрим дальше. Ну что ж, Юник, тем временем, да, смотрит и высматривает команду. Вот, и у нас Компот и Майкелович. И дроник распортер. И Вилли Бульдога стреляет и падает по нему. Майкелович тоже огразается, стреляет по нему. Бульдог сейчас будет в опасной ситуации, потому что у него двигается команда. Да, и окружение сзади он... Ну, у них там... Кстати, они хорошо настреляли, Бульдог, с командой Псих, Вэмпайр. Там 11 киллов на данный момент. И, наверное, это самое большое количество. Да, там, у команды, которая в центре, 0 киллов. 0, 2, 8 там. Два дропа упали, но никто уже, естественно, не будет удачать. У нас в Ампергейм идет на сбежение, кидает Грену по Юникам. Не туда совсем, к сожалению. Он в дым кидает, по логике. Правильно, вроде как, но... Правильно, да. Но паху нет. И отходит. Бульдог, дроне-транспортера, он остался там один, а все его уже в центре. И его добивают. Дает инфу в Ампайр-гейм, где находятся враги. Зажал неплохо, но в камень, к сожалению. То есть, спрей контролировал хорошо, но не точно. Гренка к нему. Он пр aklaq рау-гейму, и чуть-чуть его задело. Он видит, что в дыма кто-то сидит. А это Юник, стадинг. Убили, наконец-то. И все-таки один лут, дроп залатали, и это хорошо. Николаевич стреляет, кстати, по в Ампергейму. По кому видит, к кому стреляет, там через на соседней скале. Накидывает, да. Топ-четыре на данный момент, и у нас 3-2-2-2. немного неравная става, но я думаю, что Юник как раз распределился, он немного распределился. Один тут, один тут и сейчас потеряет, мне кажется, одного своего. Дрон-транспортер лечится. 10 аптечек у него, как он это носит вообще? 10 аптек в дыму. Подлутал сейчас какой-то, видимо, труп, и надо бежать вперед. Новый круг. Неплохой с одной стороны для домов, но это только на этот круг неплохой. Дрон-транспортер не убегает. Спускаться со скалы будет очень сложным. Да. А потом подниматься. Поднимается и прям начинает по Юнику. Так, минус МКЛОВИЧ, М24. Топ-3 осталась командой. Топ-3, дерево. Гренка по Юнику пришла. Естественно, уже не будет оставлять. Компот сейчас может выйти и настрелять Юникам. Но они смотрят почему-то вообще совершенно в другую сторону, хотя стрельба идет, ну, не оттуда. Да, очень странно. Ну, какие-то Майнгеймс, типа, обходят с той стороны. Юники, кстати, сейчас на десятом месте находятся. Вроде как, команда показывает очень хорошую игру. Стабильно настреливают. В полном составе сейчас у них реальные шансы на топ-1. Только нужно вот с этими двумя разобраться, с Психом и с Вампайр Геймом. У них, кстати, тоже неплохо, 12 киллсов. И Юники разделились и зажимают коробочку за Психа и Вампайр Гейма. На людей, которые находятся в домах, можно смело забить пока что, потому что они, с одной стороны, не выйдут с этих самых домов, с другой стороны, круг, скорее всего, будет не у них, потому что они на отшибе. И им придется из непростой ситуации из этих домов выходить. Психа убивают. Ампер Гейм хотел, да. У него не было вообще никаких шансов, потому что, да. Его нокнули и Психа цветом. В общем, все, пошло 4 в 2. Тут подлутали дробь. Да, компот, молодец. Сейчас грамотно выходят заранее из дома, чтобы занять позицию на горе. Да, а они, смотри, как штурмуют дом, прям знают, что они там уже высматривают. Некоторые не уверены, некоторые закрывают еще сзади, смотрят слева, да. Двое левый и зад крылья, но двое уже четко высматривают дом. Так, а у компота что там в результате было? Это же у нас компот, да. А он не взял даже... Палаш и... Он ботинки потерял. Он ботинки потерял. Что? Найди ботинки. Серьезно. Что случилось? Ботинки потерял. Да. Да, он, смотри, ботинки. Видимо, чтобы меньше топать, но там просто различаются шаги, тип шагов. Ага. Ну, смотри, смотри, смотри. Смотрит гору. Сликеру не выйти, то есть в гору в эту не забраться, увы. Ну, никак не забраться. Расчет только на то, что один будет из домов «Какая граната? Что ты делаешь? Вообще!» А, он, он дистректит просто, он отвлекает. Он пытается дымы прокинуть своему тиммейту. Мистер БТР заходит с фланга. О, хван-сайд нокует одного сликера, который... Наоборот. Они с 2-2 остаются. 2-2, да. Мистер БТР валяется где-то с тыла, пытается пострелять по компоту. Внутри все подняли юники своего и сликера... Мистер БТР убивает. О, компот нокует. Хорош, хорош. Мистер БТР нокует. Странно разделились товарищи. Юники очень... Вот и теперь, да, 2-2. И зона и круг очень такой... Сейчас может спокойно подняться по скале. Еще зря я, конечно, в инсайдов списал, потому что пропустили они одного товарища, он все-таки забрался. Плохо смотрели, короче, на дом. Да. И все. Компот, правда, в плохой ситуации, его нокаут. Ну, все, остается один и сликеру надо срочно выходить. Я не знаю, чего он медлил. На нему выдвигается стадия, но уже сменником готовый. Нет, почему-то решили обойти его. Он очень странно себя ведет. Он думает, что один человек еще, типа, здесь где-то рядышком с ним находится. Да. Но, с другой стороны, от такого вот мува от него мало кто ожидает. Так же, как от компота в прошлый раз, что он по краю заберется на скале, потому что сейчас мониторят они строго дом, но момент уже упущен, человек уже ушел отсюда. И чем больше они смотрят, тем ближе становится. митерая интересная ситуация. надо просто за ним последить и все напоследок. Абсолютно нерешающая катка. Ничего она не определила. Я думаю, что топа станет абсолютно таким же. Потому что топа сошлись сами с другом, и это на самом деле было интересно, но жалко, что это было не в финале. Вот. Все, заметили. Ой, как хороший хэдшотик, хэдшотик. И пошел сокращать. Это шанс. Это шанс. Сэм шестнадцатый выиграет. Гренко добивается. Гренко, не вовремя. И, естественно, еще главное по нему по нему стрелял Play With Me. Первые, там, не знаю, 10 пуль попали просто в скалу, потому что он уходил из-под типа линии, ну, из-под потенциальной стрельбы и простреливал гору перед собой. Но из-за того, что граната все равно была в руке, с ней как бы быстро ничего не сделаешь. Вот. ЧК выдернуто, надо кидать, иначе взорвешься сам через 5 секунд. Надо подождать результатов обязательно. Посмотреть, Давай посчитаем, Ох, тут юники, смотри, как настреляли. Да, 5, 14 килограмм, да, у них. На втором 2 килограмма, и тут... Это товарищи на втором месте, которые очень долго сидели в домах и никакого вообще контакта не было. Круг сходился на них вплоть до последнего. То есть они... Вот. Да. Феронест у нас на четвертом, да, с Салайм. У них тоже, сколько получается, 10 килограмм. Хорошо, в этот раз прямо настреляли все. Так, и что у нас, подожди, здесь одна команда, которая... Да, настрелять могла, Но первым умерла команда Мэш. Так, они... О, кстати, у Сокола 2 килла. 2 килла? У Пуха 1 килл и у Лексуса 1 килл, получается. А у Сокола? Вот. Да, у Сокола нет. А, я понял, я думал, что... У него команда, да, 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 да. То есть, ну, прям аплодисменты давайте. В этот раз они, они там ввели очень долго гнездо свое, но я пускал и прям кружили, кружили, высматривали и сделали. Ну, что ж. Ты вообще смотрю. Т-спириты у нас 2 килла на команду ушли. Экземпл. Так, у них 3 килла лид-плеер 2, и Экземпла 1 убил. Так, мячу. Ох, бро, они у них сразу, у них не заладилось. Один вылетел, другой там отъехал тоже. В общем, команда с нулями. Ну, что, прям ждем результатов. Это, конечно... Хотя тут все ясно, да, Михаил, я думаю, что тут ничего особо не поменяется. Да, не должно поменяться, но на всякий случай лучше подвести итог, убедиться в этом и вот. И пиджи тут настреляли тоже в этой катке, смотрю. Под конец все решили немного зарашить, или что у них появился скилл, он друг. Почувствовали уверенность. 2-2 мэш, да, к сожалению, выбыли сразу со своей командой, это прям... Угу. Да, шансы у них очень были неплохие, потому что они на пятом что-то вместе были и могли теоретически дойти. Тем более у всех, вот реально, у всех, кто в топ-5, ну, кроме первого места, им там вообще плевать на вот эти вот разборки все, у всех реально были шансы. То есть, потому что другие вылетали, и если бы хотя бы кто-то там из оставшихся, будь то на пятом месте, на четвертом месте, они все равно могли в топ-3 попасть. Да. Просто потому что все отваливались очень рано. Но, увы, увы, друзья. Не, но тут топ-3, честно, он заслуженный, потому что М19, они прям, прям, прям ощущают, да, как они все стреляют, конечно, прям ужас. У них фрагов очень много. Они рекордсмены по фрагам на этом турнире. Скорее всего, будет под 90 у них в конце концов. То есть, это в среднем десяток фрагов, почти 10 фрагов каждый матч. Вообще. Ну, это не сравнивайте с пабликом, потому что в паблике как бы все чемпионы, а тут люди вообще не хотят умирать. То есть, тут умирает человек, наверное, 15 через три круга, а все остальные как бы плотненько-плотненько сближаются. Ой, я думал грешным делом с тобой в PUBG сыграть, но боюсь, что... Точнее, я уверен, что не стоит, потому что... Потому что пацаны не простят. Будет немножко икс-чема после этого. Сейчас дождемся результатов турнира, и будет икс-чема. Икс-чем, чумандр, все нормально. Так, ну что, мы ждем, ждем результатов. Я еще не вышла, потихонечку так смотрю. Яички дракона в этом по одному килограмму всего сделаем команду, 2 килограмма команду. Да, обидно на самом деле. Вот были, шли бы они в финале, да, это было бы прямо развязка. Хавок прислал. Ну что ж, давай. Да? Да, давай, давай, жги. Ну все, поехали, друзья. Итак, финальные результаты. Финальные, префинальные. секунду, там просто добавил Хавок еще один интересный столбец. Так. Первое место на турнире занимает приглашенная команда Торнадо Energy Storm в составе The Wolf, Recrant, Orange и Убийца, тот самый Убийца. У них 3277 очков. Убили они суммарно 67 человек. На втором месте команда приглашенная тоже М19 в составе Лидплеер, Константин ВК, Экзампл и Вандерер. Они наубивали 78 человек. На третьем месте команда прошедшая квалификации и занимавшая первое место по результатам прошлого дня это все-таки Ваевиктис и Спортс в составе iFi Маза Бластон и Тизерин. Ну, собственно, это весь топ-3, но дальше есть тоже интересные темы, потому что на четвертом месте, например, команда, которая вчера была на третьем, но не усмела, к сожалению, удержаться. Команда Northern Light Team. Перфектис, Дип-Абджи, Огбро и Мяча. Дальше Форзы, ну, понятно, пятое место, Мэш и так далее. Вот. И кажется, вот именно в такой последовательности мы их и биндели перед последним матчем. Вот. Так и они остались. Поздравляем победителей, поздравляем, в принципе, всех участников, потому что, да, матчи местами были очень хорошие, скилловые. Отдельное спасибо команде Сосновка Airways, которые доставили нам массу положительных эмоций. Вот. Привет соколу отдельный. Я снайпером назову тебя очередного в экс-чеме. Понтяш, спасибо тебе большое за компанию. Да, да, Михаил, и тебе спасибо большое за компанию. Пока, пока. Пока, пока. Привет. Хорошо. Все. Друзья, напишите, когда сигнал до вас дойдет, и тогда я буду знать, что можно задержку убирать. Окей? Спасибо большое. А, сигнал. Ой, блин. А, какой звук! Добрый вечер, друзья. Давненько не слышали с вами, чем Андер на связи? где агент с отдельный привет чуть не позднее а поехали а тихо 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 михаил вечер друзьям так ты бесишь меня это 12 часть трансляции x-com enemy какой ними он неважно это long war x чем а и у нас ситуация с возвращением ей а сейчас стрим без задержки у лире долги проекта вау мощнее лире нет а лире вместе лире я готов его использовать короче давайте вспоминать что у нас произошло в прошлый раз мы к сожалению мы справились с поездом прекрасно справились с вами с поездом поехали на баржу на барже начала было отвратительное мы потеряли сразу двух оперативников из-за того что кибердиск попал в один процент одного потеряли второго потеряли из-за гранаты который кинул кибердиск это было отвратительно и предлагаю начать трансляцию с того что мы помянем лаваша девочку и фруктова шин поддержал ваш здравствуй 150 рублей сообщает дратути радости вот они конечно были матерые снайпер был кажется максимального звания уничтожил почти четыре десятка пришельцев фруктов был топовым пулеметчиком предпоследнего звания и конечно все остальные потери не сопоставимы даже с пяткой любого из этих людей орудия кибердиска один процент один процент и граната кибердиска кибердиск конечно жестким в школе офицер у нас остается только подполковники полковники размер отряда максимальный на 8 человек у нас куплен во многом благодаря бонусу континента который снизил требования по уровню на 15 процентов по назначению офицеров у нас ой блин мне сейчас миссия будет жесткая да есть ранение у фенрира у пулеметчиков штурмаша и у джанга штурмовика есть много усталости не так уж и много кстати то есть у меня в принципе мало народу на на повоевать ой 38 ученых текущий проект и лерий у нас работает с вами 2 было лаборатории в стаке пошли в третий ярус спутниковый модуль 3 есть есть возможность запускать спутники но спутников нет текущих запросов у нас бонус по запросам три стороны минус в остальном все более-менее 4 спутника из максимум пяти и по крайней мере один спутник должен делаться экзальт мы так два прицела заказали ремонтируем бронекостюм ремонтируем прицел и броню а мы запустили спутнику выйдет на орбиту через потом еще броньки 8 8 8 дней короче видимо мне новобранцев нужно нанимать на самом деле беру на соточку четырех новых людей потому что ну надо да и похищение людей миссии на 200 у меня на эту миссию к сожалению не хватает народу то есть у меня вот эти вот товарищи они далеко не самые опытные начинаем естественно с медика разведчики пулеметчики до всех берем получается из текущих инженер снайпер и еще два места вакантных то есть мне нужно взять двух леммингов из оставшихся выбор в 3 т 4 л 1 с 4 ориентировал ваш канал на 100 рублей сошел набор о всемогущий чем андер позвольте вступить в вашу божественную команду в качестве ракетчика я даже не знаю как тебя винить это сайт пека на во первых я не играю в ракетчиков во вторых писать твой никнейм виталика наверное как правильно в 3 т 4 л 1 c 4 так у нас два снайпера нам нужны действительно снайперы если мне люди которые подходят под под описание 68 минус 3 67 67 5 лучше вообще сделать какого-нибудь нормального человека хорошая защита хорошее количество хп чуть ниже среднем маневренность мобильность и на нормальная точность выше среднего кого мне не хватает пульки не хватает да на пулич уже почти потерял точный пулич но защищенный пулич скорее вот это критичнее евгешин поддержал ваш канал на 150 рублей за счет эх рискну жизнью ради человечества и если возьмешь в тему не а два новобранца есть евгешины сразу бахаем тогда евгешин будешь пулеметчиком будешь пулеметчиком единственное что я не знаю раз так от 512 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает чем ангел год в команде к удачи да прибудет с тобой сюда нет мест уже ребят хватит раз так вот последний все бы дальше не дальше не будем итак там очередь это хороший потенциально до любой но ганер мне не нужен да пулеметчик такого сделать это пулеметчик пулеметчик то евгешин но запомни евге блин что ж ты игра улетела нет не в лицо евгем и нужно снайпада еще одного 68 но мне не нравится один из мобильности снайпа конечно он не такой это самый и у него и хп мало лучше взять какой-нибудь 66 но без таких серьезных проблем 66 413 66 66 413 это будет сна и по нас поехала зума квест поддержал ваш канал на 150 рублей сообщает добротного стрима а я просто пожелаю красочного гуфа с экспертами из чатчика да мне еще же потерялись всякие всякие вещи типа броник блин такой молодой молодой сап прицелов мало блин ником неким тут убивать вообще реально неким убивать на это пистолет пулемета не марксманская винтовка лазерный марксманска уберем и соответственно берем марксманский прицел уже этот стрелять сможет уличи есть панцирка лазер гатлинга вот один лазер потеряли тоже вот он кстати может у него и палач держал ваш канал на 100 рублей и сообщает чем ангер назовите в честь меня как будь сектой да и убейте если сможете подчеркивание циркумфлекс хорошая мы их поддержал вошел на 200 рублей и сообщает мишка помню золотые времена когда ты проходил дэдспейс какие были эмоции может повторишь так сейчас тоже хорошо икс ком икс ком радует очень не знаю короче я беру две страховочные аптечки мне уже не хватает броник сапер а что там за местность 1 или более постройка удаленные локации снайперка есть у нас снайперской винтовки нет ее прессы ты ой а что я делаю по по производству предметов лазерной снайперкой есть дополнительной брони есть карабин есть то есть всему свое время всему свое время на самом деле деньги есть то есть можно по продавать но я не хочу продавать потому что по запросам трупы не хочется подавать может запросы прилетают или из прилетают запросы сплавы фрагменты на на сплавы тоже потенциально тут конечно много денег но даже если поддержала на 100 рублей и сообщает михаил я видел у тебя в команде битмен я надеюсь ты как следует спрятал детонатор ты про этот мемчик что-то знакомое снайперу короче нет винтовки увы да и в принципе здесь люди какие-то не очень опытные до керамическая защита мазерный прицел я не хочу ему выдавать давай гранату блин сейчас без нормальных бойцов я могу остаться просто без нормальных бойцов без нормального оружия только числом брать разве что так этому винтовку надо заменить ну лазерного оружия хватило с медик разведчик пулеметчик разведчик инженер короче нужно метить сопрессить и вы вытягивать по одному потому что не хватает с богом нас ждет 4 пака врагов крайне сложная миссия просто потому что у меня мало людей и нужно нас по списку германия и обмундирование всего мира поступают сообщения о попытках похищения отправлять и еще местность одна из моих самых нелюбимых не знаю с какой страны появлюсь на ту штаб ответьте рейнджеру мы на точке не самый плохой вариант вас понял рейнджер десантирование разрешаю скорее всего надо начинать со сканом вообще-то друзья это реально может быть руины миссии поэтому давайте-ка посерьезней сначала очень плохое на сразу два паком я их благодаря скану не пулю полу укрытие три лету на сикер хорошо сикер сикеры таки более-менее проходные паки получаются может перегруппироваться сразу но слева я не заберусь наверх но вверх это как раз то что мне может спасти относительно просто укрытие еще нет нормально сюда подойду уже тоже будет пул не нас перегруппироваться влево три дроида это тоже проходной пак но к сожалению короче их надо сто процентов убивать упираем здесь сейчас прямо здесь сейчас снайпер подожди пока грянки это конечно весело у тебя все надо убирать переднюю линию блин мне могут фланга ноль начнем мы с всяких а все равно каверов не хватит леммингом кидаем нет подожди инжом кидаем грянку ой да ладно они же летают и не на что гранату закинуть только разве что на угол это будет очень несерьезный урон блин у них еще по 7 хп у этих дроидиков что же делать-то и вероятность попасть крайне низкая из-за и дым я не взял гранты не работают друзья не работают хоть уходи за за угол вот сюда вот частично ладно разведчик ближнего надо метить ему больше делать нечего блин он вот-вот первый выстрел сразу мажем твою налево 7 стрим двойного выстрела нет а это стрелять не можешь ошибка грубая от меня блин как же инжинии не решают как же они не решают велик стреляет хорошо попали 76 блин вот достал бы гранатами было вообще шикарно но к сожалению тут я могу конечно по двоим попасть может быть стоит но это прям на краешке не дожди так может и зайдет да давай так это отвратительно это просто отвратительным снайпом надо вроде помогать здесь подставляем по леммингов увы или нет и можем не подставлять еще можем не уже уже не можем не подставлять что я инжом пострелял дурак убиваем одного дроидом пора рисовать звездочки ухожу от леммингами вот с пулеметчиком я конечно налажал жидко просто отвратительно снайпер 42 но не знаю ну сейчас два выстрела и пропускаю гарантированным да еще мажем все гг летят 5 крит хорошо это пытается вот бездарно не спалили фух так пробили только броню я еще пока что легко отделался капец так давай-ка нам надо с одной стороны смещаться от летунов что они явно могут подойти поэтому я на пофиг ухожу назад начинаю работать о блин тебя маркс манская же вася ладно метку ставим попал молодец умничка здесь тоже назад главное сейчас не спалить следующий пак 73 81 стреляем метку вот этим маркс мы нам нужно поставить ступаем вот так чтобы не дай бог там не выйти на 100 метка 64 хорошо отходим так 77 должны добить уже там вот этого пулеметчика ориентировочно уберу нафиг может подлещимся даже этим если снайп попадет вероятность хорошая 86 молодцы нет не добил броня можно попробовать снайпером из пистолета добить молодец то есть сейчас мы тратим один заряд аптечки чтобы себе восстановить броню три из пяти блин еще сухим из воды вышел на самом деле вот прям эти стоят на месте паксик той да хорошо не самые сложные вообще бойцы ой отлично друзья отлично не расслабляйся это твой шанс миссию пройти непонятно кем поэтому тебе нужно забраться наверх или отработать от через скан давай-ка скан 2 закинем таки не что да да кто это да кинешь до сектоидов мне нужно убедиться в том что летуны и сектоиды на нормально стоят может быть даже потратить еще один заряд аптечку что медик мега важен сектоидов кстати сейчас можно даже выпалить от чего не сложно и там всего три человека и на лучше конечно перезарядиться лучше перезарядиться да и вывести на позицию пацанов остальных лучше на вот сюда поставить что ему надо сапрессить постоянно снайпера я бы вообще вывел направо потому что место очень мало для стрельбы вряд ли я смогу забраться наверх то есть мне ключевые паки надо будет убивать хотя нет почему не не смог не сможете наверх забраться если только сзади слева я лучше лучше увести его направо реально там и безопаснее остального и ты можешь про просматривать простреливать людей так дальше мы просто пока подходим и перезаряжаемся готовимся перезаряжаемся 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 подходит может быть я слева попробую обойти мне бы конечно наверх забраться но проблема крыша заключается в том что с крыши с пулю 2 а то и сразу три пака вот вот в чем трабл поэтому я бы спулил сначала снайпом издалека кого-нибудь ну желательно начать с сектоидов конечно же с ними с ними проще всего сложные паки лучше оставлять напоследок то есть если есть возможность прям вот отложить лучше откладывать так уже спулили как раз сектоидов они разбежались нормально нормально ничего страшного правда снайп кажется их не видит его видит цель может даже пострелять причем стреляет вообще прекрасно это ну это благодаря скану и общему виду вообще пулеметчик бы не достал но сейчас достанет раз минус один да видит двоих но кто это это летуны к сожалению прицеливаемся тогда просто здесь скорее всего расставляем бойцов на оверах пусть это будет полуукрытие но по крайней мере они смогут работать когда сектоиды подойдут а я бы разведчика нет места нормального здесь к сожалению им тут нет места и и можно грэппл типа наверх как-то и как раз снайпер мог таким же макаром забраться и может быть это правильно было для снайпа пока не надо палиться поэтому стоим так еще один потенциальный типа снайп но он не очень отсюда кстати может флангануть вряд ли увидит поставлю его лучше сюда подходите гады перезаряжаемся оверх оверх да там сикеры это мы стоят это очень хорошо если кто это отступает наступает хорошо пулич еще одного сейчас убьет на халяву но если только мы скан кинем еще один я не буду жалеть сканы честное слово у меня два разведчика еще один дополнительный скан есть поэтому извините я я лучше стабильно поубиваю людей просто или туна кстати можно следующий ход будет убить мы носим еще одного сектоида здесь прицелились но опять же из целей только не наверное я все таки вернусь и грэпплом попробую наверх сюда хотя там угол хотя там угол и по большинству у меня не будет нет продолжаем прицеливание не хочу здесь теоретически можно вот так встать и с марксманской винтовкой можно с хорошей точностью пострелять молодец минус пак сектоидов четенько четенько сработали молодцы молодцы следующий выстрел будет по летуну снайпом справа он видит метка 62 я наверное пулеметчиком лучше тогда постреляю для него фланг и 93 это ваншот минус слитун пулеметчик топовый просто а там трое двое становятся на овервотч 62 меткость надо пробовать попадать надо хорошо попал снайпер радует пацаны здесь к сожалению не вижу я врагов и скорее всего это из-за угла поэтому овер 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 не торопимся не торопимся у меня есть еще один скан вылетают сикеры летун на под овер попадает разведчика ой молодцы ой молодцы прям прям радуете надо вас хранить полетел он здесь снайп должен работать но у него правда нет бонусов стопы тут под разведчика выходить будет я жду и целюсь не хочу последний сконтратить на сикеров лучше его оставить он должен сейчас при прийти сикеры а здесь летун прицеливаемся перезаряжусь пока есть такая возможность что никто не а нет летун справа нет это сикеры пулю пулятся сикеры пришли в движение сейчас будет выходить на разведчика самое главное на ответный огонь а вон сверху летун фрагмент есть убили летуна остается последний там кстати какой-то особый сикер у него большее количество хп но он уже под ранок 4 человека здесь 4 человека что могут наши 64 64 64 у снайперов всего одна цель и то дальние надо метить короче начиная с наверное с самой опасной ближней цели 90 да 93 давай надо у него снимать часть хп хорошо 47 а что по гренкам то вообще есть возможность попробовать хотя бы да я подсокращу попробую тут есть куда закинуть сверху гренку и соответственно можно нанести урон нет не перезарядка ты чего миша вот так вот можно одного добить и двух покоцать было бы неплохо осколочную кидаем бах ой хорошо даже убил одного двоих убил шикарно этого можно подсопресить по нему правда можно и так стрелять поэтому скорее всего я пулеметчиком пулеметчиком буду нет возможно не так дождиком 47 47 подводим саппорта вот так наверное стреляем да они все опасны на самом деле нет куда-то поставить просто на кого он на дальнего он опаснее в плане фланга алло алло что еще раз возвращаемся снайпер пробует добить 72 дальнего у него правда обычная пушка и урона не хватает катастрофически он попадает уже хорошо дальше у нас 4 выстрела все еще непонятно куда стрелять давайте по тому по кому проще попасть 57 все теперь понятно куда стрелять цель остается только одна его начну я с пулеметчиком лучше сапрес вот грамотнее его засапресить поставить метку пострелять оставившимися и понять что он не опасен уже под сапресом он уже не опасен а то не попал бы 70 потом не попал бы по 40 по 50 и все до свидания уходит в режим скрытности при этом овер не работает как вы видите но у меня есть скан оставленный специально поэтому закидываем скан прямо в центр наших и это кажется четвертый пак да он на месте оставался мы его снова сапресим и работаем по нему вероятность убить очень высокая есть чистенько 13 человек несмотря на то что сюда полетели вообще непонятные люди некоторым не хватило обмундирования полетело 3 или 2 лимминга 2 лимминга ладно мы получили 5 повышений получили соответственно бла 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 еще сверху 200 бабла до связи командир а что у нас по школе офицеров уже можем подполковников за 400 взять надо брать там очень хорошие бонусы прям очень хорошие бонусы ладно пока не буду но перед миссией сделаем исследование лерея идет постройка сооружений лифт копаем потихонечку производство предметов заказали до того как выйти на миссию новичкам везет говорит к новости от штаба все нормально в списке кораблей кстати лазерная пушка лавина перевооружение 3 дня 2 дня и 23 часа еще 2 корабля вернутся и скорее всего я один кораблик перенаправлю один из этих двоих двух кораблей но мы еще с вами поизучали вражеские корабли и у нас повысился урон по ним ну и стало больше запрос на лазерные винтовки нет над мексикой кружат спутник выходит на орбиту ворон готов фрагменты оружия на инжа меняем конечно же литейку надо сделать подкопать и литейку сделать справа скорее всего так а что я хотел только что сделано было ворон ангар переводим ну хотя бы чтобы было 3-2 ремонтируем прицел очень важно ремонт фаланги тоже дмитрий михайлов возвращается есть выемка грунта завершена копаем дальше ребята копаем до лаб просто до лабы и до ну хотя тут пар блин я вот не знаю на пару надо делать конечно может вместо пока спутникового модуля здесь бахнуть да литейку хочу она недорогая но очень нужная там проект миллион но с другой стороны сейчас денег не хватит да нет хватит в литейке то у нас много всего да что у нас в литейке проекты в литейном цехе какие сошки для снайперов всякие на меткость нет там очень много баллистика не нужна правда нет там что-то еще было хорошее паромант поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает да да я помню извини пожалуйста я знаю о чем ты да 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 пиро по традиции заказываю имя бойцу пиро да я тоже не рассчитывал что в субботу освобожусь раньше положенного срока и у нас будет возможность а great прицелов там еще 10 10 процентов прицелы хорошая тема но стоит ли сейчас 200 тратить плюс еще на проекты ради этого не знаю денег маловато но я легко могу получить деньги легко могу получить деньги стоит ли сейчас создаваться или не стоит хороший вопрос что время то идет понимаете нет ему надо цепляться там еще аптечки новые да поехали с богом литейный цех пошел плюс за три недели может так ворон готов сплавы на ученых готов конечно ремонт два прицела еще вот дожить бы до этого двух инженеров нам на сплавы да понти вернулась кстати сегодня утром прибыли новые инженеры должен сказать не хватает но я не хочу здесь дальше копать на самом деле потому что на пару мне хватит генератора а дальше будем если буду что-то дополнительное строить то наверное не знаю где и что если честно время места очень мало прицел доделался возвращаются пацаны сейчас уже у меня такой выбор будет среди бойцов ох ну уже получше три пехотинца 92-96-84 назначение кстати надо посмотреть капитана мы можем ли на медика назначить не можем а лейтенанта на медика там один под усталость да можем экзаль через три дня сканим возвращаются в строй да паника в австралии увы слушайте а может быть все таки австралия там и так была очень близко там чуть-чуть оставалось у меня в принципе вот эта часть никакая хочется конечно еще спутник запустить чтобы у нас по деньгам получить скан экзальта о награда 150 за наносплавы отлично то что нужно как раз и на скан сейчас мэл лойс возвращается может еще новобранцев взять нет маловато денег маловато 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 в ангаре три корабля два корабля одиннадцать двенадцать еще два вернется пока хватит сорок ученых работает я уже отправила новичков в лабораторию спутниковые рановато строить потому что у меня все равно броньку надо еще доделать сканить надо экзальт секретные операции скан за 30 баксов положительная идентификация в Японии и в Индии на секретную операцию выбираем штурмовика если есть конечно вроде есть у меня какой-то вот один штурм помоложе бы взять не хочется основного брать вот этого возьмем джанга ему выдаем лазерный пистолет дам керамику надо выдать а керамическая есть уже и что-нибудь дебафующее светошум и леды отправляем еще есть в Японии не выйдет это оборудование придется отдать ученым агент уже отправлен ячейка еще знаем где дополнительная броня делается и как раз под расширенный состав и бронекостюмы прекрасно лазерный карабин две штыки маленький в Великобритании очень какой очень очень высокий видимо лазерная пушка поехали по маленьким у нас бонус еще по точности перехватчики готовы это маленький это не средний то есть это не дестройер это за спутниками прилетела сволочь надо сбивать срочным но у меня будет мало времени потому что у него очень высокая скорость сокращаем стреляем попадай ну еще разок последний все минус перехватчик капец с лазерной пушкой вдвоем налево и не факт что я его сейчас соберу ну что он уже посканил вроде давай догоняй 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 блин вот как хреново по это самое пострелял там один выстрел до него попади только ну попади еле еле не у них явно урон другой сбили но сейчас мне нужно тратить деньги на заказ корабля а тот тот выжил 50 мы успели выйти надо тогда с него снять пушку лазерную я все равно закажу потому что он не работает сейчас а здесь оснащение поставить лазерную пушку вот тебе и деньги ну хорошо что спасся на самом деле инжа за фрагменты надо давай у нас же политейки после поток политейку сделаем с таким количеством инженеров у нас в принципе стоимость всего снизится да это же к литейке привязаны правильно будем копать нет на третья лаба у меня точно нет денег там еще проекты в литейном цехе еще офицерку лазерный карабин новобранцы пришли четыре человека шеф спутники к запуску готовы но куда запускать я не знаю с одной стороны мы можем взять бонус от континента покупка содержания вооружения перехватчиков стоит покупка от континента очень хороший бонус но с другой стороны возможно нам придется гасануть где-нибудь панику то есть резервный спутник не я пожалуй в мексику потому что содержание перехватчиков это очень классный бонус смотрим на сколько на сто десять ежемесячно содержание уменьшилось запрос трупа мутонов ладно окей еще одна но что средний рейдер не могу ничего с ним сделать у меня все перевооружение шесть дней все окажись мне тут минус спутник надо заказывать новый надо продавать сейчас срочно всякие дорогие потенциально только на дистанции и сегодня утром прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи не откажемся шеф модули спутниковый я в курсе мне кажется бомбануть спутник а может это каратель за за то что я сбил мелкое нло сейчас секретная операция элери за да да у меня 200 лири двух ученых берем спутник вышел на орбиту и секретная операция так что у нас тут за операция кодировщик и передатчик очень много народу но у нас тоже людей много все мы успели сделать к этому моменту я только пойду потрачу еще короче найду где-то 150 бабла на илереи видим к сожалению придется это скидывать потому что мне нужно полконов сделать там хороший должен быть баф по идее школа офицеров и вот пал подполковники можно выбрать либо группу воинов будет бонус меткости за бонусы за континент или спириды копс к воле и к защите плюс умение команда берем под полканов сразу пробуем назначать двух подполковников пальто у нас идет под полканом либо плюс два меткости за каждый континентальный бонус это мне в меткости пока что двойку даст перспективе четверку либо к силе воли 5 к защите защита мне кажется более надежной темой тем более что защита как раз актуально тем кто рядом стоит с командиром а меткость ну в общем да берем это пальто у нас хорош другого подполковника у нас к сожалению нет более того даже майора не взять наверное в эту миссию надо взять все таки какое-то количество леммингов потому что основной состав у меня хоть и вернулся но их на два раза не хватит прекрасно поэтому да обязательно главный медик дмитрий михайлов максимальный максимальный дмитрий михайлов а и алиса тоже максимальная из по-хорошему нужно понтяши выкачивать ну их можно взять на страховку на скорее всего 1 я возьму потому что есть ротация как раз на следующую миссию кто-то может пойти давайте возьмем алиса давайте возьмем понтю штурмовика брать на эту миссию не буду снайпера обязательно он и не максимально надо выкачивать далеко не максимально не снайпером убили а что разведчик ранения там у нас разведчик до топового разведчика с инвизом ранения но можно взять второго разведчика на прокачку и скорее всего надо брать кого-то вообще с самого дна вот этих вот новых еще один снайп и например новый пулеметчик блин или второго медика подкачать андердяк не снайп нужен старый еще два бойца можно пулеметчика взять на прокачку этого нового так давай закинем сначала тем кто есть снимаем предметы делаем доступными и сейчас просто по броне должно быть прекрасно все и по винтовкам и по броне и так пальто пока бронекостюм потому что 6 бронекостюмов я сделал специально чтобы наш главный товарищ не не нуждался ни в чем у него много всяких хороших тем это топовый саппорт мой вместо кажется прицел вообще сделал даем ему нормальный прицел дальше пехотинец алиса топовый товарищ тем более с бонусом по исследованным то есть по сектоидам по финменам и по мутоном что самое главное пехотинец тоже впереди стоит поэтому бронекостюм бронька прицел 96 плюс 18 такие моменты конечно хочется лазерный прицел ввиду того что и так все хорошо заменить на что-то более полезное но ничего более полезного нет потому что у нее халявная перезарядка и патронов хватит в личные магазины идут лесом керамическая защита зачем если так у нее там дофига всего поэтому оставляем лазерный прицел ей можно было сделать прицел на крит вот что можно было сделать и сейчас пока не забыл я это попробую заказать потому что был там специально же прицел именно на крит шанс должен сказать мы от помощи не откажемся прицел вот он физиологи может мы сгодержим отбросим всем возьмем и места бонус к нанесению крит урона вот хотя бы такую штучку сделала сколько он прибавляет кстати вопрос бонус крит урона а он увеличивает и крит и урон при крите это критично очень но вспомните как пехотинцы стреляют сто процентов меткость на овервотче 60 процентов крита увеличиваем до 70 процентов и еще урон повышаем вот это очень классная вещь как раз для пехоты топовый имеется ввиду когда у них с меткостью уже все хорошо поэтому на сером рынке я бы даже продал и сделал бы им пару а то и тройку прицелов снайпером тоже зашло бы хорошо отдал я парочку там уже будем смотреть кому лучше крит и урон покрытие очень критично да но пока у нас этого нет мы в обмундировали алису понтю тоже одеваем в броне костюму винтовку последнюю кстати надо сказать лазерную винтовку даем ей прицел это не топовый пехотинец желательно ей отдавать киллы но у нее есть халявная тоже перезарядка снайпер с снайперской винтовкой сделали же специально успели лазерную снайперскую и броню пустельгу делаем прицел даем как-то так качаем снайпера разведчик тоже пустельга или пустельга лазерный пистолет пулемет пока даем марксманскую винтовку учитывая то что ну так безопасней банально стрелять ему сканер боя дамит пакет не факт но пока на прицел не поменять поэтому ничего не могу сделать новый снайпер прокачиваем по прошлой схеме стрельба по воздушным целям по оснащению беда потому что нет второй лазерной винтовки снайперской винтовки вот это конечно не очень хорошо ему можно дать страховочную винтовочку наверно прицел со страховочный медкомплект но он чисто на прокачку идет и у нас пулеметчик еще один да ищем сапресс смотрим 6770 плюс 3 точности по оснащению бронекостюм лазер гатлинга у нас есть медпакет возможно осколочный гранат скорее даже угасный надо прицел еще кому-то выдать скорее всего разведчик не вот этому снайперу почему давай лучше мы уберем медкомплект и дадим себе прицел это критично там до 90 довести меткость все вроде все в броне даже броня с запасом что крайне странно впечатление что я кому-то что-то не выдал да 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 выдана видимо там починилась еще броня я на нее короче переделая брони слишком много и это конечно не очень хорошо а есть еще один боец у меня вакантный я же только до пулеметчика дошел так а по оружию мне что там осталось пистолет-пулемет кажется только да лазерный карабин кого брать восьмым вопрос точно никого-то из топов точно не штурмаша инженера можно дальше качать но он сейчас особо не нужен ну то есть для меня он не такой критичный пулеметчик дзен пригодится в принципе он потому что топовый по сравнению со всеми остальными по количеству людей разведчик наверное вот этого надо брать хорошая меткость очень маневренный просто прекрасный берем этого разведчика а по им а у него вообще уровень хороший 82 точность 87 плюс 5 прекрасно ну и соответственно даем ему пофиг уже бронекостюм тут скорее всего мать его ялка подписался на при лазерный карабин точно мыть его переборки сайт карабин мотивашка спасибо большое тебе за мотивацию я наверно второй скан возьму как же штурмовика я боюсь что сейчас мне прилетит а нового типа штурмовика новый штурмовик это может быть у меня один из секретной операции не я думаю пока двух хватит разведчик критичные разведчики имбовые вообще все готовы внимательно аккуратно друзья полетели это секретная операция это удержание точки это это скриптовые но на рандоме все равно людям сейчас посмотрим что за карты ни разу здесь я не проводил эту операцию должны очень хорошо зайти снайпы на крышу очень должны хорошо зайти а это как раз простреливают все что только можно в округе но где будет . что нужно защищать понял защищать нужно низинку вот тут есть передатчик здесь поблизости один помню тут меня вот он и короче задача какая у нас есть боец он в принципе сразу один ход нам выигрывает на передатчике потому что один в поле зрения уже есть есть в принципе возвышение с более-менее нормальными каверами отсюда я думаю как раз нужно снайперами разведчиками стрелять но карта достаточно контактная второй передатчик находится прямо вот в центре это хорошо мне бы сначала сначала закинуть куда-нибудь скан куда не знаю разведчикам подхожу рискую но видимо нужно закидывать куда-то в ближе к центру пока что чтобы понять где у нас но центр обозревается не давай центр короче поехали что я к этому камеру уже даю нормально вроде как видим уже кого-то на не вижу где именно они стоят сейчас надо приглядеться а вон он вдали понял хорошо у меня есть второй разведчик в принципе можно вообще перестраховаться и закинуть скан скажем направо чтобы исключить варианты что прям под передатчиком кто-то есть я сначала на половинку зайду хорошо ну и тут негде на самом деле прятаться поэтому может быть не стоит прям так действовать так здесь мы пробуем запрыгнуть наверх снайпером раз и встаем на позицию видим уже с общим видом так тут еще один крюк остальными надо как можно активнее подвигать двигаться вперед при этом не спулить желательно но двигаться активно прям и был у нас еще вроде один не снайпер но кто-то с бронькой возможно кстати разведчики да больше никого у нас нет так ну что пальто саппорт его конечно не хочется слишком далеко отводить он подходит сначала на половинку раз понти у нас отличный ганер и я наверно подведу ее сюда алиса еще более крутой ганер и нужно наверное сдвигаться вот именно куда-то сюда вот к этим окнам стенам потому что ну или или даже вот сюда вот к этим да давайте я разведчикам закину скан чуть дальше вправо потому что мне бы по хорошему вот сюда подойти чтобы я был и ближе чем чем снайпы да чтобы если что встречали люди до того как враг подойдет к снайперам да там никого справа ну значит слева еще паки будут то есть мы в принципе можем активнее сдвигаться в правую часть если добежим конечно не добегаем вообще никак пулеметчик еще ему бы хорошо встать куда-нибудь наверх потому что у нее тоже есть общий вид но он крайне не маневренный поэтому никак куда алису ставить тоже большой большой вопрос здесь уже будет половинка такая неприятная то есть с флангом могут ее на будущее надо ставить туда так остается только один пальто который открывает дверь и скажем идет вот сюда вот хорошее полное укрытие угловое нормально ты ждешь с богом два снайпера на точке враги собирают слева еще кажется двигались так снайперы на точке с одной стороны это хорошо но кажется я сейчас уже если буду подходить я с пули людей я вынужден подойти подвести по крайней мере алису сюда да второй пак спульнул так ну может быть это и хорошо на самом деле что по крайней мере мы можем сейчас не пуля верхний пак поработать по этим пацанам самый опасный тут рокетмен и я флинтом с критом баху именно по нему 100 и 60 крита давай хорошо убиваем сразу рокетмена вторая цель скорее всего по приоритетам это человек с полу кавером для смел лоиса нового снайпера достаточно близко враг и маленькое укрытие хорошо снайперскую винтовку к сожалению не дали нормальную здесь можно подсопрессить плюс поставить метку здесь ничего не сделать увы слушайте а можно штурмаша перевести под передатчик чтобы он как бы если что второй успел сделать как-то не хочется мне сильно подходить но если не я то кто марксманская винтовка нет вижена к сожалению по по тем дальним блин тут я могу третий пак спулить нельзя туда подходить на этом ходу но не очень хорошая ситуация до 99 поэтому то я попаду но мне алиса вообще лучше на овер поставить надо сопрессить видимо левом вот так вот делать убивать правого основе не вставать на овервотч просто как кем убивать право блин сюда я его не вижу а здесь слишком далеком блин хочет подойти но это ошибка друзья это ошибка конца на овер алиса на овер надо было стрелять и через приказ отыграть вот я дурак это ошибка была тут не буду приходить с богом друзья эти сейчас должны идти вперед уже да они передатчик должны захватывать но еще не спулили это цель для снайпа это побежал овервотч вот они сто процентов 58 крит прекрасно точности хватает штрафа нет при этого мы сопрессим все еще он бежит отлично минус пак уже хорошо ребят уже хорошо да и здесь был третий пак отлично правильно сделал что не рискнул не пошел за фулл кавер простреливаем этот пак отлично блин как же прет а спулили да и пошли пошли так ответная огонь пошел еще стреляем слева одного убиваем по второму мажем по третьему убиваем о этом остается только один подранок еще один выстрел гарантированная смерть какие бойцы какие бойцы вообще вижу в ротч и не расслабляйся михаил не расслабляйся так ну тут как бы гадалки не ходи раз скорее всего over или перезарядка либо оверн такое я бы сканчик прокинул если честно потому что подойти сюда там есть over но они слишком далеко мне нужен скан куда-то вот вот куда-то вот сюда чем дальше тем лучше для снайперов только одного вижу но я знаю что там там миллион людей нужен второй разведчик подводим его сюда и пробуем скан кинуть как-то через сюда типа вот так вот да не там где-то второй это скриптовые слушайте а где остальные то я спулил миллион нет три человека только один где-то прячется только один где-то прячется причем он на овере скорее всего я бы кулич подвел но я сейчас работать нормально не могу вас понял из-за оверов да мне не надо на самом деле вперед лезть можно в принципе с ладно здесь ближнего ушатываем стреляем разок по дальнему но не пробиваем естественно потому что он там и за фулкавером и тут пушка такая что никак нам нужно просто удержать вот это место все то есть дело такое не самое сложное на самом деле вот не хочу я сюда пол хода сбежать тут лучше ханкернуть они очень любят випа убивать то есть випа в миссиях это для них очень приоритетная цель понтяшу чуть поближе овер овер не знаю на самом деле я даже бы завел вот так вот пулеметчиком просто чтобы у него было больше цели я понимаю что а я его вот сюда же могу завести да я его за полу кавер заведу следующий ход нормально опа да там был пак они разбрелись еще слева попали понти двойной авертон это последний из понти три человека эти этих я не пулил то есть там был пак но мы его не пулили люди очень близко соб даже без общего вида надо внимательно сейчас посмотреть кто по кому как зачем почему начать все таки надо с понти потому что она тут с высокой вероятности стреляет попадает убивает человек который очень близко и перезаряжает соответственно здесь скорее всего надо сейчас будет вырубать чтобы совсем не рисковать вырубать активность врагов активных врагов поехали раз сейчас посмотрим нужно ли будет или не нужно подходим перезаряжаемся здесь неплохая вероятность а метку вот никак разведчик не поставит еще может допустим какой отсюда он не увидит а второй разведчик разведчик может на овер попасть но его лучше конечно поближе попадать подвести что просто он работал метку ставит на пятьдесят четыре попадая даже что значительная задача облегчает по единственной доступной цели с саб стреляет уже с вероятностью 80 добивает отличным и встает на овер самая приоритетная цель человек слева опять же метка у последнего может быть кстати отсюда ну и увидит у ковра не видит к сожалению подводим тогда на будущее вот сюда вот человеком есть еще опция выключить ну чтобы вообще не стреляли знаете что вообще не стреляли последним стрелял не сильно угрожает тем более у нас есть пара оверлочи ушатывать ближнего двумя снайпами меткости какая не очень неопытного снайпера 50 на 50 и вот думаю мне нет все нормально тогда не буду передатчик трогать все это прям последний ход грамотно оставили не пользуемся передатчиком пока не нужно в смысле этом взломом этот бедолага может на овер попасть но не попадает у него еще скриптовые хорошо мелочи здесь ответный огонь от пальто справа человек убегал но он попал но не хватило по рокетмену и один падает прямо наверх но тут он конечно это снайпер красиво красиво упал к сожалению перезарядка у снайпа здесь напрашивается убийство но это самое не приоритетная на самом деле цель я подошел вот так анти аши но это плохая идея была ключевое вот ушатывать людей которые находятся по тоже перезарядка нужно давай разведчикам поставим метку и постреляем по верхнему снайпер самый наверное опасный учитывая то что ему доступна любая из текущих целей блин плохо конечно и ты тоже не видишь верхнюю цель получается пулич должен этого снайпа ушатывать портаться здесь даже наверное метку на право над делать потому что последний разведчик который голод графическую может поставить и надо как раз и его пытаться снять понятное дело что мне странный ганер у нее пистолет бла-бла-бла но да нормально сняли 75 здесь абсолютно спокойно алисы стреляем поэтому стоим стоим на овервотч потому что этот рациональный штан сделать два выстрела и взлом или не взлом не не взлом не взлом не взлом просто овер оверханкер он дернется сейчас его сразу убьют убили еще один сзади помните разместился перезаряжаемся подходим чтобы иметь возможность стрелять перезаряжаемся перезаряжаемся а верим а верим а верим а верим и земли изи просто то сверху будет бежать в зону его расстреляют просто к чертям собачьим бедный снайпер не не понимает что делать его же сразу подрезает может это последний кстати а последний подкрепа окей держаться совсем немного один-второй третий там три или четыре тут овер такой на пистолете кажется но попал даже молодец 50 на 50 ой больше 5 человек до такая ответный огонь сразу по нему на верхнем мы снимем да он все еще жив наверху потенциальный флаг фланг у понти как-то мне не нравится расположение если честно сапресс на правом и надо щас передачу просто юзать и не выгодить реально раз и пошел а он 2 еще идти постреляем из пистоли пив 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 пять крита я пустой перезаряжаемся они сладко появляется дополнительная цель но я бы стрельнул поэтому потому что он не за сапресси может быть с крюком тогда попробовать разведчику наверх запрыгнуть а он все равно выключил может он побегает и сам спалится 57 57 давай окей понти не будет перемещаться пытается попасть ошибка лучше перемещусь а увидели верхнюю какие-то чудом не знаю каким давайте по нему просто вероятность какая-то умы лоис не очень хорошая пусть лучше гарантированно этого снимет а второй снайпер уже поработает он а он уже поработал тут помеченную все еще 34 фиговая шансы здесь овер здесь подойдем тоже встанем на овер шансов у них никаких вообще то есть они сейчас ход в принципе пропускают могут только бежать им хочется бежать потому что им по квесту нужно кодировщик захватить вот но добежать дальше да ладно блин неужели он взломает ними не взломает все нормально сейчас сейчас шатаем не взломает не переживаем алис правда не видит они вот из-за этой машины просто его не видят так давайте мы лоису экспу раз бах сапресс хотя самом деле хотелось бы сделать разведочку что здесь мы все равно его убиваем с высокой долей вероятности 91 процент но у него первый выстрел по цели без кавера халявный поэтому замк получает повышение тут простреливаем без крита потому что 8 урона откуда-то не возьмись не знаю почему все изи даже они даже не выстрелили ни разу я не помню чтобы кто-то из них стрелял хоть раз три человека получили повышение 4 человека получили повышение денег нам выдали медика качаем плюс три точечности правда первый работает по вскрытым и людям аааа тогда понятно вот откуда у него не 6 а 8 урона это большая разница на самом деле это все два хита особенно для снайпа который делает один выстрел это прямо большая разница так запуск спутника может сейчас попробуем все-таки сделать спутниковый модуль. По деньгам вроде вписываемся. Да, давай. Давай. Четвертый спутниковый модуль в двойной стаке. Это прям то, что нужно. Очень классно. 21 день он будет делаться и по-хорошему нужно мне по крайней мере один спутник еще заказать. Один заказан. Вот. А сколько нужно, чтобы два мне нужно? Для того, чтобы доход увеличить на 20%. Ну, плюс ученые, инженеры. Бонусы там от самих регионов. Не такие полезные. То есть Мэг это на будущее БМП. Ну и родной бонус. Сейчас бы мне на один спутник, да? На дыбать. Давайте опять Элери продаем, к сожалению. Я понимаю, что это неправильно с точки зрения эффективности, так скажем. Но я хочу второй спутник. Поехали. Выходит на орбиту. Элери доделывается. Ученого за... Да, за трупы сектоидов. Я как раз их и хотел. Элери доделался. Вот что открывает Элери. В оригинальной версии огромное количество всего. Ну? Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправил... Мобильная силовая броня. Это после Элери. Тут дугомет, изолятор и прочее, чтобы захватывать. Экспериментальное снаряжение, это, видимо, оружие вообще. Да, давайте попробуем это. Я не знаю, вроде с броней у меня пока все нормально. Выдержим, а лазерку надо постепенно менять. Мобильная силовая броня. Снизить вес, защитные качества неизменными. Четыре дня мне больше нравится эта тема. Исследование идет очень живо. 43 ученых и две лабы в стаке. Это экспериментальное снаряжение. Это три пушки, понял. Обнаружен на планете. Великобритания. Блин, это файтер. АНЛО. Класс корабля не опознан. А, это дестройер, да? Нет, тогда скипаем мы его. Нафиг нужен. Шеф, один спутник перестал отвечать на входящие команды. Правительство страны, которую он прикрывал, прекратило финансирование. Микрогул был, сейчас еще говорят. Вернулся. Сори, друзья. А дестройер надо было сбивать или нет? На дестройер вроде жесткий, товарищ, да? Надо еще спутник один сделать. Я продаю борткомпьютер, к сожалению. И заказываю и заказываю сейчас спутник. У меня там два корабля битых. Два на средний вообще не... Мутон из-за наставника. Да! Если только высоко мигает всегда охота. Мигающая тарелка всегда за спутником. Исключение, когда низко-высока там бомбежка. Понял. На дестройере иногда не хватает шесть самолетов. Понял. Капрала берем. За четыре мутона мне дали Капрала. Ништяк. Вот он, да? Капрала. Отлично. У него меткость базовая. 72. Опять защиты. Стандартные хп и этот. Слушайте. Ну, это снайп. Это прям сходу снайп. Ну, защита, ладно. Либо это пехотинец, либо это снайп. Опять защиты. Да, опять защита. Это прям под пехотинца. На самом деле. Под очень хорошего пехотинца. Но у него не так много хп, не такая высокая мобильность. Но точность, конечно, прекрасная. Ништяк. Ништяк! Он будет очень точным. Но мне пехотинцы, насколько я помню, не нужны. Их у меня четыре человека. А снайперов всего двое. Поэтому давайте из него попробуем сделать снайпера. Поехали. Плюс два точность. Эх! Плюс четыре. А? И плюс пять. Да есть же! 83 сходу. Здравствуйте. Похож на ракетчика. Не, показалось. Показалось. Мне нужна нож какая-нибудь нормальная, чтобы можно было денег заработать. Ученые на сплавы. Ладно, пока еще можно. Два модуля стабилизации. Отлично. Это крит повышенный. И сейчас экспериментальное срежение. Вернулись, кстати, пацаны с... А что дает экспериментальное? Умные пули. Модуль стабилизации прицела для производства. Это для БМП умные пули, стабилизация прицела для БМП. А, и дальше идет оружие Гаусса. Ну что, пушки пробуем рашить? 15 дней, но... Следующий тир. Мы для многих классов решили проблему с точностью. То есть от отказанного оружия для тех же самых снайпов, для пехотинцев можно постепенно отказываться. Как раз в пользу более жесткого оружия. Меня только останавливает... Не, надо. 45 ученых с двумя лабами должны... Там грейт литейки. Я литейку не сделаю. Вот он делает. Это поможет увеличить эффективность... Низкий большой. Лишь бы сел. Ребят, я его сбивать не буду. Лишь бы сел. Нет, это похищение. Мы получили сразу несколько вызовов. Места, где появились пришельцы, отмеченные на глобусе. Ну, он сел, но как бы не то. Итак, давайте попробуем посмотреть, что у нас по назначению офицеров. Там вроде медик у меня нет, подтягивался. Один на максимуме. А майор? Куда тебе там? Лейтенант. Медик, лейтенант, оптимист. Ну, может быть. Оптимист, оказывается, девочка. Нет, нет, нет. И уж тем более не подполковник. Поехали. Низкая активность пришельцев, низкая сложность миссии, как следствие. Качаем медика. Точно. Можно взять на страховку. Можно прокачать понти, можно взять на страховку Дмитрия Михайлова. Понти, с точки зрения точности у нее плюс одно звание. Ей бы, конечно, у нее с точностью беда. Можно взять более перспективного товарища, который проигрывает на два или три звания, но по меткости страдает только на шесть. То есть, это очень перспективный боец. пулеметчика пока брать не буду. Снайпера Мэл Лоис, которого мы прокачали в прошлый раз, но у нас есть более перспективный снайпер с колоссальной точностью. У Мэл Лоиса 80, а у этого товарища снайпера на звание меньше и уже 80. Нет, это не он. Это он как раз и есть. У этого 83, но такого же звания. То есть, разницы между ними особо нет. В принципе, можно прокачивать дальше Мэл Лоис пытаться, да? Окей. Ээээ... Не знаю, что за миссия. Поселение одна или более постройок в удаленной локации. Штурмовика точно нет. Можно инженера Гэмбла взять. Но он там достаточно точный. Не, лучше основной состав пока не трогать. Пока миссия такая проходная. Если хочешь брать инженера, бери снизу каунец. Он фрики хороший. Не очень хороший. Думай. Давайте берем второго пехотинца. Он как раз вместо понти. Окей. можно взять второго медика. Потому что есть дублирование. В принципе и нужно повышать звание медиком. Докачаем медиков. Пулеметчик на прокачку Евгешин. Помните его? Он повысил звание. Можно его дальше взять. Меточка точность плюс два. Правда к сожалению. Ну ладно берем. на снайпера нет. Не надо качать инжа. Берем инжа и у нас еще два слота. Нифига себе как быстро. Не можно понти докачать в принципе. Ну что одно звание там меткости она не сильно теряет. Все равно мы Дмитрия Михайлова не берем. Инжа нет. Штурмовика нет. Пулеметчика нет. пулеметчика качаем. Инжа взяли. Снайпера качаем. Медик лишний нет. На снайпера не хватает пушки. Можно его в принципе просто взять на прокачку. Хотя он дублируется с Мэл Лойсом. А у меня усталый снайпер один есть. Третьего снайпера что качать? Да давай третьего снайпера качать. Скидываем что там и экипируем бойцов. А появился крит не забываем. Сейчас можно дать крит тем кто хорошо стреляет. А именно ну в понте наверное хотя у нее там не все так хорошо. Так это ганнер винтовка прицел не у этого точность не такая высокая не хочется брать. Снайпер бешеный кролик тоже не точный увы. Снайперскую винтовку ему даем. Он чисто на прокачку пошел. Медик бронекостюм мобильность неплохая овера у него нет но пока лазерную винтовку даем прицел сомнительно пока поставлю лазерный. пулеметчику особо прицел не нужен бронекостюм фугаска страховочная аптечка да неразвитчика в этот раз нет инженер бронекостюм наверное карабин наверное пистолет пулемет для мобильности и гранаты хотя у него есть уже дым давайте вместо осколочных возьмем на всякий случай пару дымов понтяша вот ей 84 плюс 18 вместо лазерного я стаб дам плюс 8 крита и плюс урон на критическом попадании снайпер к сожалению но можно ему марксманскую винтовку дать пусть пусть работает хотя бы урон будет какой никакой страховочная аптечка нафиг знает прицел да остальные остальные все получается все винтовка у всех у пулеметчика только гренка мне не нравится но видимо ладно поехали коллектив отправляется нормальный частично с бойцами садимся опытными трех взяли перед четырех даже совсем неопытно помощь похищение людей какое упомните прозвища на коже более дерзкими они стали напали на завтра понедельник уже прежде 12 наверное последняя миссия собрались не переживайте завтра вечерком будет блин какая я здесь умирал рейнджер штурм 1 начинайте атаку противника не подставляйтесь отставляться говорят я без сканов вообще так ладно понть встает так только не торопись не зафейли только миссию ты хорошо вырулил сегодня где у нас там пулеч ясно продвигаемся очень аккуратно хотя по хорошему мне нужно отрезать людей от снайпов очень плохое место но я хочу на него забраться ясно где еще снахо вот он я думаю надо сюда гайнера поставить прикрывать типа капец как же криво все надо отрезать чтобы до снайперов не дошли до гайнеров с богом друзья слушаем кто летуны в первую очередь мутоны наверное вот так встану пулечим хорошее место по крайней мере вот всю эту длину мы просматриваем надо влево сейчас уходить отрезать пытаться понять до спалили кибердиск блин и мне нужно светить кибердиск сейчас каким-то образом и он стреляет не надо нет 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 попадает медик ушатывает один хит ну я не мог просто у меня разведчиков нет в любом случае я попадаю и снайпер не видит все равно да ладно у вас же общий вид вы охренели пулеч может закрыть пулеч не может закрывать сейчас думаю может вообще свалить сверху кибердиск зайдет у меня тут шот нету человека в любом случае наверху либо дым кинуть да с одной стороны как бы дроидов надо ушатывать да надо ушатывать к сожалению раз я дым буду кидать у тебя какая мэл лоис лазерные лазерные по дальнему тогда прошу киберс опросить не могу еще что за урон ничего охренели что не ганер тут вообще не к месту будет сделано спускается здесь он тоже пока не работает нифига может приказ ищем я бы сапу приказ сделан чтобы подлечился еще разок или пулеметчик чтобы он пас засопресил слишком поздно пришла эта мысль к тебе светлая безусловно закидываем дэйм сюда на снайпов блин кибер меня очень бесит конечно сейчас будем ли подходить понтяш или не будем у меня нет нормальных каверов все ггм главное чтобы сейчас кибер ну он попал 50 на 50 видите 68 60 отлично минус 1 но на этих я не так боялся я кибербоюсь 98 крит понтяш минус 2 адроида блин кибердиск 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 работать он открыт надо понять кто может ему закинуть мы должны снайп закидывать в первую очередь с винтовочкой или подождите нет именно снайп закидывает 1 83 я понимаю что не так много но он закрывается мы должны сейчас фулл дпс просто в него выдать с опресси при этом естественно но фулл дпс я выдать не могу просто потому что у меня ключевые фулл дпс не могут либо так подходить на это пул следующего пака направляюсь на точку да здесь не работаем отвратительная точность понтяш точно надо подводить просто я бы хотел сюда но это мега рискованно с точки зрения пулу нового пака сам стреляем 56 ё-моё вообще не попадаем ничего ребят 92 мимо влезду по время молиться пулеметчик 5% но я видел как 1% кибердиска попадает в пули Есть там у нас возможность С критом пострелять Один ход КД 83 Давай, снимаем Критани, пожалуйста, 20 Нет Три хита, ёпрос Это просто три хита Пошел с опресс С меточкой Он не стреляет Стреляет хорошо Можем убить Давай-ка Нет, команда не получится Мажем Такие моменты мажем просто Отвратительно 92 попал Три хита остается Знаете, как не хочется сейчас подходить И попытаться пулить пак Я, наверное, перестрахуюсь Еще кину дым последний На снайпов Ну, правда, там понтип За полукавером По ней 25% кажется Будет заходить А что лучше? 25% или нет? Молимся Нет, поплеметчик Странно, что он Пулеметчик выбирает 1% Нормально Перезаряжаемся снайпом Здесь тоже перезарядка, к сожалению Тут можно уже стрелять Нормально 48 Просто метки ставим Убили кибердиск С ним всегда так тяжело Просто жуть Перезарядки Перезарядки оверы Перезарядки оверы Слушай, кроме летунов Кто там еще? Я пока что-то не услышал Перезарядка прицеливания Овер 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 Перезарядка Последний Кибердиск Оружие среднего Ближнего боя На дальнем расстоянии Стрелять не точно Давайте попробуем Подойти Понтяшень Вот сюда Потому что она Ну пулить явно надо Кем-нибудь из леймингов Скорее всего Я возьму Вот этого медика Подлечу ее Последний раз И она пойдет в разведку Потому что она и так уже Считайте выключена На пару месяцев Ладно, на полтора месяца Когда она выключена Команда Без разведчика, конечно Ну я разведчика В две прошлые миссии взял Прокачивал Мелт протухает Подходим сюда Не торопимся А где мне еще второй ганнер Скажите, пожалуйста Вот он Два, кстати, сюда Хорошо поставить можно Смотрю, Воба И ухо не пролетит Ясно Начинается Линжа тоже Можно подниматься Да Впереди летуны Еще кибердиск Кажется Да, кибердиск Был еще один Ой У меня Кибердискофобия уже Потому что Один процент На дредноуте Это За что? Окей Слишком далеко ушли Опасно там Да Кибердиск слева Мне бы спулить заранее Да, это он Это точно И главный человек Если у тебя нет разведчиков В таких ситуациях Ты в любой ситуации Можешь потерять человека В такой разведке Потому что Потому что У него нет Поддержал ваш канал На стрелке И сообщает Михаил Мы долго от тебя Это скрывали Но Да, я в курсе Ну для меня Это по-другому Короче Все Я привык называть Ганнеров Таким вот образом И все Хоть это треснет Так, здесь отступаем Так Ну там нет На овер Ждем Пожалуйста Не баните Не за что Берем медика Проходим чуть назад Увидел Мелькнул Ханкер Овер Летят Попали Хорошо Тридцать три Вообще Это кто У нас стреляет И за ним Кибердиск Летит Медленно Гренко Ненавижу Кибердиск Иду Понял вас Занимаю оборону Ясно Ну подходите Ганнеры Летят Хорошо Качаем снайпов Перспективных Ах ты Сычок А? Я ненавижу тебя Понтис Понтис Начинает Отквет 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 И огонь Неужели он флангонет Меня? Да, флангонет ГГ медик Очень жаль Кибердиск Я I I feel that pain Бро У меня было Тоже такое Тоже такое Какой же сегодня У меня Пёртый день Вообще Просто Чрезвычайно Единственная проблема В том, что Я не убью его Скорее всего На этот ход И не засопрешен А нет Могу засопресить Ха Ну бас Такой ганнер Хороший Хороший Прихороший Хороший человек Понти выходит Луч Овер Больше ДПСа будет Подходим здесь Выстрелим Все-таки 63 Отлично Попал Даже ты попал Да Вот это скиллуха Ребята Ну не иначе Просто скилл По стрелушке 59 Бывает Ничего страшного 59 Трр Тоже овер Ну что ты будешь делать Боеготовность Очень-очень страшно Ну снайпом Естественно Простреливаем На старте Давай Такой он бронированный Может вообще А у меня шредера ДТ нет Нет Просто подавляем его Опять Подавляем Дизморалим Полностью Понти стреляет Один раз Потом стреляет Не поверите Второй раз А верить я уже не буду Потому что тут Вроде хватает урона Если бы Понти попало То вообще было бы шикарно Андердяг По броне Покоцал просто Как же мы его ковыряем Просто По хиту Просто по хиту Мне нужно новое оружие Друзья Прям вот Очень нужно новое оружие Один процент Один процент Изи Кому экспа Снайпер наверное Ну значит вот этому С марксманской винтовкой Снайпер И все в перезарядке Ну что же вы делаете Ну кто попадет Тот молодец Давайте Попадет Понти Судя по всему Молодец Перезаряжаемся 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 А верим И мы убили с вами Только два пака Кажется остались Только летун Казалось бы Всего три пака Типа низкая Активность пришельцев Но Какие паки Кибердиски безумные Надо ганера Подставить Поближе К Понти Второму Да Там летунные Прямо Где-то в углу Я слышал Давай сразу Спустим тебя Сюда Понти Наверное Вот так поставим Чтоб она могла Стрелять По направлению В нужном направлении Короче говоря Здесь можно так С Сокращаем Аверим Медик чудом конечно выжил Девяточку получил Причем у него Просто хп очень мало Броня то нормальная Плюс 5 Да И Трилит у нас Здравствуйте Что скажет снайпы Вот у меня Первый вопрос Ничего не Молчат Говорят Ничего нет Ну класс Убегать пробуем И аверим Че ж тут поделать Ну кроме снайперов Они тут Целятся конечно Выцеливают Какой сегодня У нас короткая сегодня Трансляция Но очень продуктивная И провели И улучшили И покопали И там В прокачале Леммингов Продержались Ой Аккуратненько Ты чего Да это они на рывке Просто Поэтому Точность такая Не очень хорошая Даже у тех людей Которые не должны Промахиваться Минус двадцатка Видимо А нет Не на рывке Тридцать Не 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 Охренел что ли Пес Смотрим что видит Не можем ничего Снайпер видит Всех троих Вот это хороший выбор Давай по доступным целям Стреляем Да Да Определенно Раз Огневая уже есть Очень страшно Бах Да Не говори Да ты что Ну Давай с критом Поехали Сможешь? Почти Почти смог Это мы в любом случае не убьем Не убьем С крита убьем Изи С крита Изи убьем Есть Остается один Несчастный Несчастный Просто Летун И Ну что с него взять? Брать с него Решительно нечего Ждем когда прилетит Летун Летун летит Андердяк У него 37% Убивает Красавцы Ребяток Молодцы 8 человек И 2 из них Кибердиски Ну это конечно серьезно Алиса возвращается В строй Прекрасно У нас составов Уже наверное 3 2 повышения 3 повышения Ранение у медика 38 дней 38 дней Но там медиков Запасом Элери Сплавы Фрагменты Плюс еще 160 баксов И скорее всего Так скажем По бойцам По бойцам Ну сейчас конечно не так Показательно Потому что мы видим Что всего 8 человек Активный Ну то есть И лемминг снайп Но там мне кажется Через день Возвращается группа То есть день 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 Ну не так много Кстати Я рано радуюсь Давайте повышение Бахнем сначала Высокое или урон У тебя Высокое Плюс 5 точность У него неплохая точность Но может не хватить Андердяк Получил уровень Очень хорош Приспособленец Ну как хорош У него точность не хорошая Но Нам такие люди нужны И хоп Плюс 5 точности Еще дали ему Молодец Разведчик Бэтмен Повысился И у него появился Инвиз Теперь у меня Два разведчика С инвизом Штурмовик Но это давно У него скорее всего Стойкость Плюс 5 точности Ну пулеметчик новый Тоже неплохой 72 точность На старте Шреддерд Конечно же И еще дали Пятерку На рандоме Залетает просто Великолепно В назначении Офицеров Скорее всего Мы можем Медика назначить Который сейчас В миссии вернулся Правда На кого? На майора? Или Да На майора Андердяка Все оперативники Получают Бонусное За убийство У нас Три майора Подполканов Нет Как бы он Только один Пока что По кораблям Более-менее нормально То есть У нас 8 кораблей Один я переведу Чтобы было 4-4 По регионам По регионам Мы держим Пока 2 Заказали дополнительно Спутников У нас Кстати Сбили В Великобритании Спутник Надо еще заказать Короче Спутник Очень плохо Заказываем Третий спутник Чем раньше Тем лучше Четвертый Получается 4 нормально Потому что У нас сейчас Есть Один слот И еще делается Модуль спутниковый Который Смежный Который плюс 4 даст Т3 Это Гаусс Да Т3 Гаусс Исследуется 15 дней Ученых Приличное количество Потому что Ученых мы очень много Получили за счет Запросов И За счет Двух лап Еще получили Неплохой 50% По сути Да То есть 20-20 Смежный 10% 50% Буст К скорости Исследования Конечно Хочется сбахнуть Еще одну Лабу Но К сожалению Я ограничен Средством Не хочу Продавать Там опять Трупы На которые Есть спрос Ну и все остальное Тоже И так уже На компьютеры Паша поперла В принципе Ситуация Ну на данный момент Не такая плохая То есть За все Вот это время Мы Потеряли 6 леммингов Грубо говоря И двух нормальных Пацанов Которых до сих пор Жалко Но Один это вообще 1% Кибердиск Извините Тут я Был практически Бессилен Сопрейсил как мог Но 1% Влетел И до свидания Ну а второй Да Второй это граната Кибердиска Который не прощает Просто Увы Еще лаба генетики Будет Он тоже будет Да Да Впереди еще Очень много всего Генетически Модифицированные Солдаты Мэки Мэки Говорят Вообще им Бо там Фотос Говорил Голиафа делать Новые корабли Новое обмундирование Новое оружие Скорее всего Этот рай Будет запорот В перспективе Но пока Все хорошо Вы можете посмотреть Сколько там частей На ютубе Если смотрите Это в записи Это 11 часть Сколько там еще впереди Там 50 может есть Чтобы понимать Что не все Тут так гладко Как есть на самом деле Поэтому Спасибо за то Что смотрели Спасибо за то Что болели Ориентировочно Завтра Вечерком Продолжим Спасать землю С вами был Михаил Он же Чомандр Люблю Целую Приходите Пока Продолжение следует... Продолжение следует...